В чем различия юзабилити и юэкс? Откуда появились животные на обложках книг О'Райли? Общество потребления умерло, но у него все отлично. Погнали! Всем привет! Это подкаст «Суровый веб» от проекта UwebDesign. Сегодня выпуск номер 118. За бортом 21 марта 2017 года и время порядка 35 минут 12... 11, простите. Да, всем привет! Мы начинаем, как обычно, не КВН, а начинаем дизайн. Да, прямо будем начинать дизайн. И у меня случайно я Google Chrome запустил. Выключу-ка я его, к хренам. Он нам для дизайна не понадобится? Не, не понадобится, я думаю, вообще. Предлагаю обсудить тему про юзабилити. Написал нам Вафа Абзи. К 118 выпуску. А сегодня, уважаемые подписчики, у нас сразу из двух тем к темам, тем к подкастам, из двух... Блин, что ж такое-то? Из двух... Из двух тем. Ну, блин, я не знаю, что еще сказать. Из двух списков тем к 117 и к 118 подкасту будут выборки. И вообще сегодня беспрецедентное количество ответов на ваши вопросы. Короче, обмажетесь своими комментариями. Да, но мы пока что предлагаем обсудить тему про юзабилити. Как это не странно, у нас тема про юзабилити, UX будет не на очередном посту на uxplanet.cc или там uxdesign.cc. Я не помню, какие у них там домены, но это под сайты медиумные. Но нет, на науке плюс один у нас будет такая тема. Да, на вот этом типа научном сайте. Я не хочу его назвать псевдонаучным. Возможно, здесь... Ну, здесь же реально умные статьи. Это научно-популярный сайт, давай так. И здесь, да, реально научные статьи. А по поводу псевдонаучности ты тоже угадал, потому что пишет нам факультет психологии МГУ. Хорошо, давай, давай, давай. Я хочу послушать. Не хочу обидеть психологов, но не очень. Да. Ну-ка, не, а сама-то статья, давай. Сама статья неплохая. Заголовок у него такой. Как создать идеальный интерфейс? О, так это громко. Как создать идеальный интерфейс? А почему мы не сделали вот именно такую громкую? Я тебе предлагал. Ты сказал, что уже все равно не сделать ничего лучше, чем юзабилити или UX. Ладно, давай. Так вот, представьте себе, что вы дизайнер и разрабатываете интерфейс какого-нибудь интернет-приложения. Способны вы такое представить, уважаемые подписчики? Лично я нет. Чем вам может помочь наука психологии? Конечно, своими исследованиями, посвященными проблеме человеческого внимания и его роли в процессе восприятия информации. Короче, нам здесь факультет психологии говорит о том, что вот никуда мы без их психологии не сможем деться, изучая дизайн вообще, точнее, применяя наши навыки о дизайне. Что будем мы как слепые кроты вот это вот у себя в норках шерудить и не тыкаться, и не знать, куда выйти, где выход, где вход. А хочется-то в чужих норках тыкаться. Согласен. Просто, нет, я согласен, психология, но, так скажем, вот наука о человеке, я не знаю, как она правильно, наука о мозге человека? О восприятии человека. О восприятии человека, да? О мозге это все-таки нейробиология, и она-то будет побожественнее, чем психология. Ну вот, да, вот эта вот наука о восприятии человека, она как-то действительно очень рядом с дизайном, и с дизайном интерфейсов особенно проходит. Да, нам психология МГУ, точнее, факультет, предлагает ознакомиться с тем, как устроено восприятие нашего мозга. Ну, по отношению к интерфейсам или к чему? Вообще, для начала, в общем. Хорошо. Так вот, восприятие человека, оно целостно и неразделимо. В основном оно ограничено физиологическими характеристиками. Однако психологи в качестве отдельного ограничивающего фактора выделяют также особенности внимания. Ну, дескать, физиологические характеристики – это то, что вот мозга у нас не хватает на то, чтобы 360 градусов вокруг себя видеть, концентрироваться сразу на 15 объектах. Ну... Не можем мы вот так. Не хватает. Даже когда мы смотрим перед собой, мы всё равно фокусируем своё внимание на каком-то одном объекте. Не, ну, если сейчас сильно занудствовать, то какой-нибудь супербиолог сказал бы, что если бы мы родились с восьмию глазами в круг закатанными, то мы бы уже приспособились. Стопудово. Но мы не такие. Поэтому это и называется физиологические характеристики. Мне кажется, наши некоторые подписчики именно такие. Рассказываю долгую историю, просто она в тему. Ну, давай. Недавно я собирался выложить такую темку. Я не знаю. Нет, я её уже потерял. О том... Блин, ну нет. Пикс-ту-пикс как-то она называлась. Пикс-ту-пикс, да. О чём темка самая главная? Скажи. Там даже не столько темка, сколько чувак придумал демку о том, как он, в общем, рисовал схематично, допустим, типа фасады, домов. Ну вот перекинься здесь, наши уважаемые подписчики увидят. Он просто квадратиком рисовал фасад домов, и у него нейросеть зарисовывала фасад. Так я помню, мы чуть ли не рассматривали с тобой это на подкасте. С хренов. Не помню. Или мы с тобой рассматривали, или я просто это смотрел. Там ещё Катулечек можно было... Да, Катулечек. Ты, возможно, это просто смотрел. Может быть, я сам видел. Ну окей. Я думаю, что многие подписчики тоже в курсе этой темы. Вот. И там именно один из вариантов Катулечек, там они нарисовали, так сказать, Катульку с большим количеством отростков. И там из-за того, что это отростки, почему-то программа подумала, что у каждого отростка глаз на конце. Ну это страшно. И вот это и есть наши подписчики. Ты просто сейчас сказал, что они именно такими родились. Я сразу визуализировал, как настоящий визионер. Ну ладно, давай продолжим про психологию. Ладно, возвращаемся, да. Хотя, казалось бы, как про психологию без восьми глазах людей? Как бы это одинаково реальные вещи. Так вот. И выделение вот этого, то, что внимание выделяется, оно непроизвольно. Задается значимо для воспринимающей личности стимулами. Ну то есть, кроме физиологических характеристик, есть особенности внимания, которые говорят о том, что какие-то мужики, они на сиськи больше внимания, например, обратят. Это скорее биологические какие-то потребности, да, получается? Фрейд бы сказал. Ну вот, называется особенности внимания. Окей, ладно, допустим. А какие-то мужики на мужские жопы, может быть, обратят внимание. Всякое бывает, да, понимаешь? И нужно каким-то образом учитывать это, но не сильно индивидуализировать. Идем дальше. Юзабилити и UX. Казалось бы, очень пограничные между собой понятия, которые, в принципе, если вот так меня разбудить ночью, я не сильно отличу их друг от друга. Ну, допустим. Тебя вот если ночью разбудить, ты можешь сказать? Я сразу... Ну, я тоже не смогу, ну, так сразу сказать. Ну, UX это как бы user experience. Юзабилити это как бы... Ну, юзабилити. Ну, вот, 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 да. И вроде как они прям спят вместе, опять же. У нас сегодня именно такие темы почему-то. Как всегда, все правильно делаем. Так вот, нам нужно выявить наиболее характерные черты UX и их содержательную составляющую. Но сначала нужно разделить. Так вот, что делает юзабилити? Оно повышает привычность. Если есть такое слово, возможно, психологи МГУ первые люди, которые выдумали это слово. Привычность. Хорошо. И удобство использования интерфейса. Увеличение скорости выполнения задачи. Это юзабилити? Юзабилити. Это когда ты встал за станок, тебе все привычно, ты максимально быстро выполнил задачу. Все. Ты продуктивный, чувак. Так. Ну, подожди. То есть, кнопка пуск зеленая, кнопка стоп красная. Ааа. Ты подошел, и у тебя минимум времени затратило понимание этого интерфейса и то, как он... Чтобы выполнить именно задачу. Я тебя понял, я тебя понял. А юзер экспириенс, внимание. То есть, другими словами, метод юзабилити исходит из вопроса, насколько легко пользователь решает задачу с помощью нашего интерфейса. Чтобы пользователь, он как бы не делил на ноль. У него не было никакого... Вот он подошел, во-первых, он сразу понял, как муку размешать. Я не знаю, мне почему-то именно размешать муку. От чего, казалось бы, от червячков и жучков, что ли, ее размешать? Ну, вот, да. А подход UX, это подход эффективного проектирования. У него цель не чтобы пользователь задачу решил, а чтобы он удовольствие получил во время использования. От муки. Да, чтобы ручки обтекаемые были, круглые, приятных цветов. Чтобы они находились друг от друга так рядом, чтобы ему переход от одной ручки к другой доставил какое-то удовольствие. А, подожди, 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 подожди. А это стопудово, можно? Они могут побожиться за это определение? Они ссылаются на Хазенхаль, Цаля, М, и Трацинский, Н, на их научные работы. В конце здесь есть список литератур. Я просто к тому, что, понимаешь, получается, очень многие темы, которые мы рассматривали про UX, они, оказывается, были про юзабилити. Согласен с тобой. Вот чувствую я вот по названию. А давай вот, даже если мы с тобой включим наших внутренних лингвистов, которых мы прям забариваем, мы ногами их заталкиваем вниз, когда они прут прямо из нас. Ну-ка, давай. Но давай, юзабилити – это пользование. Ага. А юзер экспринанс – это опыт. Чем пользование отличается от опыта? Пользование – это практика, это то, что ты пользуешься. Зачем пользоваться, чтобы какой-то результат ты достичь? А опыт – это какой ты опыт получаешь в процессе использования. Ну, логично. То есть, в принципе, мы могли и вникнуть в это сами, без помощи психологов факультета МГУ. Слушай, согласен с тобой. Они сделали этого. Опа. Ну ладно, хорошо, давай продолжай. Иными словами, поход аффективного проектирования, или UX, такие люди, которые его используют, они создают дизайны не для пользователей, а для людей, испытывающих эмоции. Окей. Здесь в статье два примера, картиночных, как мы любим. Первое. Метод юзабилити – это вот эта вот магистраль трехэтажная. Видишь ты? Не видишь? Да, вижу, вижу. Первая самая картинка. То есть, в принципе, все понятно. Ты прямо едешь на максимально доступной скорости и переходишь из точки А в точку Б максимально быстро. Метод UX – это вот эта горно-извилистая дорога. Ты не максимально быстро достигаешь из пункта А в пункт Б, но ты получаешь непередаваемый кайф, пока едешь по этой дороге. Ты смотришь на виды вокруг. У тебя щушак прям превстает. Но я не могу без этой метафоры, без вот этого вот термина. Согласен, это термин уже. И вот если мы говорим про такие продукты, как игры или социальные сети, они-то в основном направлены на то, чтобы вызвать у пользователя определенную эмоцию, доставить ему удовольствие. Здесь тоже, между прочим, есть ссылка на Саарилю Омапе и Джокина Наджей. Джокина Наджей – это как рэпер какой-то, только психологический рэпер. Так вот, в этом случае одного удобства недостаточно, понимаешь? Он должен обладать определенной эстетической ценностью и закрепить, так сказать. Ну ладно, удобно-удобно. Удобно уже не катит. Все у нас уже удобно, более или менее. Научитесь уже люди делать интерфейсы, хотя, конечно, ну далеко не все, но да. Теперь надо еще зацепить. Чтобы в играх вот эту вот коробочку открыл и звездочки. То, что ты ее нажатием открыл, это понятно уже. Везде нажатиями открываешь коробку. А чтобы звездочки тут летели, чтобы у тебя прям вылетел какой-нибудь Омном из кадроупа, показал тебе палец вверх и сказал, блин, пацан, ты крутой. Я тебя понял. Знаешь, что меня смущает только единственное? Что UX, получается, подходит под очень узкую область такую. Она очень такая, ну прям специальная область. То есть, по сути юзабилити, в основном-то в интерфейсах должно быть юзабилити. Юзабилити должно быть обязательно, но UX тоже предпочтителен. Почему нет? Почему бы не сделать интерфейс одновременно и юзабильным, и дающим хороший UX? Не везде это надо. Согласен. Если ты работаешь на работе, то не надо расслаблять своих пользователей. Все должно быть юзабилити строго. Чтобы вот не дай бог ты присел, тебе кнопка в жопу уперлась сразу и все. Но за то, что быстро можно было муку перемешивать, я буду продолжать. Ну это да, а даже крупные какие-нибудь сети торговые, в смысле, я имею в виду какие-нибудь сайты типа eBay, там Amazon, там же нет никакого удовольствия. У тебя юзабилити хорошее, но UX-а никакого. Тот факт, что ты, например, покупаешь очки, и тебе сразу же предлагают футлярчик и протирочку, мне кажется, это все-таки больше UX, чем юзабилити. В юзабилити ты уже решил свою задачу, ты купил очки. А то, что тебе втюхали еще что-то, это уже пользовательский опыт, это уже то, что ты такой... А тебе, ты думаешь, приятно от того, что тебе втюхали еще что-то? Мне нет, но я просто, я уже вижу сквозь это все. Ну может быть. Для меня метафора этой не существует. Я соглашусь. Я вижу уже алгоритм. Я соглашусь пока с тобой, давай, что там еще психолог? А обычные тетеньки, они такие, блин, стопудово протирочку еще, они же ведь как бы вот и все, и несут денежки этого Амазона, еще и довольны этим. Потому что им дрон это привезет, потом спустит на веревочную лешнюю часть. Так, на польский перешел. Чуть-чуть, да, у меня западнославянского вышло. Эмоциональный интерфейс называется следующий подзаголовок. И здесь нам говорят о том, какие же вещи нужно использовать для юзабилити, а какие для UX. То есть непосредственно выжимки для дизайнеров. Статья-то вообще для дизайнеров. Кто не знал, мы уже все эти вещи на самом деле тысячу раз обсуждали вместе с нашими постоянными участниками подкастов, такими как Ник Бабич, Кэрри Кайзенс и другими авторами. Старайтесь использовать не более трех цветов. Да ладно. Создавайте контраст между фоном и воспринимаемой информацией. Это все юзабилити. Для того, чтобы ты хотя бы мог прочитать. Ну, логично. Используйте гармоничное сочетание оттенков. Опять, чтобы не было эпилептического припадка у тебя в процессе чтения, ты дожил до конца статьи, до конклюжена. Да, здесь, естественно, опять есть все ссылки на Макса Люшера, который там занимался, блин, исследованием эмоциональными воздействиями цвета на человека. Вот это все. Но мы-то с вами просто знаем, что вот там цвета, они у разных культур разные. И вообще там надо, в общем, с цветами не тупить. И удобный интерфейс, то, что вызывает UX. Сопровождение данных подходящим дизайном. Вот для детей детский. Для взрослых взрослый. Понимаешь, все вот должно быть так. Мачуа. Как у нас. Полный мачуа. Как у нас в паблике, я имею в виду. Говорящий заголовок для создания ключевых ожиданий пользователя. Ты в самом начале им говоришь, что такое юзабилити UX. И сразу же мы удовлетворяем ключевые ожидания пользователя. Он получает ответ в нашем подкасте. Это UX. Мы не врем ему с самого начала, а говорим ему правду чистейшую. Сопровождение визуальной информации с содержательным текстом. Ну, как бы нужно, чтобы все-таки картинки были подписаны. Иначе не будет юзер-экспириенс. Чувак будет смотреть на картинки и как в третьяковке думать, а что же автор хотел сказать этой картинке. Не должно так быть. Ну и наконец, еще рекомендации в целом вот от всякого. Не перегружайте интерфейс второстепенной информации и располагайте контент в правильной последовательности. Ну, просто потому что читаем мы сверху вниз, слева направо. Ну, а большинство нас. Используйте тематические подходящие иконки для сопровождения текста. Тоже, но не вызывает вопросов. Также выделяйте важную информацию среди текста. Заголовки, подчеркивания, курсивы. Мне знаешь, что интересно? А что они только юзабилити-то описали? Ну, тут... Психологи? Психологи все-таки... Одно слово, да? До практики скатились до... Виктория Баскакова, Анастасия Маринчева. Маринчева, я не знаю, Маринчева. Ну, ясно. Баба, одно слово. Они все скатились, что цвета, 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 цвета. Но, возможно, если мы почитаем исходники, например, Санок Ките и Сульман Н. Color Harmony increases the capacity of visual short term memory. То, возможно, вопросов у нас вообще не будет. Вообще не возникнет. Причем страница с 322 по 322. То есть, прям на полстранички пацаны выдавили, я так чувствую. Ну, ладно. В общем, вот так нас Наука Плюс порадовала. Наука Плюс 1, простите. А мы радуем вас, наши уважаемые подписчики, и рассказываем, как обычно, наш традиционный организационный момент. Да, я сразу скажу, хочу завязать разговор с пацанами, которые у нас любят блок-дизайн, и немножко им раскрыть карты. Я вот перед тем, как мы начали подкаст писать, я такой говорю, Сань, давай ты не будешь полтора часа вот размазывать этот дизайн на полтора часа. Вот бесит он, вот честно. Несмотря на то, что обычно мы получаем удовольствие от него. Да, но все равно. Но потом, понимаете, в процессе все хорошо, а вот результат немного разочаровывает. Но это, опять же, как будто у нас прелюдия полтора часа идет, а секс потом вот в разработке, он 15 минуток. И он скомканный такой, вот вроде долго раздевались, но все побыстрее. Ну, уже устали, уже как бы не в жилу, не идет вообще. Вообще уже писько. Ладно, короче, не об этом все. Господа, на самом деле, чтобы было все весело и хорошо, вы можете на uwebdesign.ru, на нашем сайте, оставлять свои темы в специальной теме, в сайт-баре справа, которые мы посмотрим обязательно все. Мы чекаем каждую тему, Саня отбирает тщательно, какая интересно. Саня отбирает конфетку у ребенка сначала, прежде чем чекнуть. Ну, конфетку у ребенка ты отбираешь, когда ты не берешь чью-то тему. Согласен. То есть у Neuron Insomnius, который нам предложил, как обычно, 10 тысяч миллионов тем, но ни одна из них, вот, в 118-й не попала. Именно в это, да. Но вы не отчаивайтесь. Обязательно, если будет какая-то более прикольная тема, то мы возьмем ее. Да. Вот, поэтому в сайт-баре оставляйте свои темы. Чтобы удобнее это делать, можно зарегистрироваться на нашем сайте, также в сайт-баре справа. Как обычно, у вас появится аватарка, если вы крутой пацан. Или вдруг не появится, если вы не крутой пацан. Да, есть у нас небольшая сегрегация по принципу крутости. В принципе. В том числе у нас есть чат в Телеграме, чтобы, если вы вдруг пользуетесь мессенджером Телеграм, то можете просто постучаться в личку веб-сайне, и он вас добавит к этому чату. Ну и... Да, только будьте осторожны, там деградация вообще полнейшая. Там деградация. Есть люди, которые заходили в чат, и в течение того же дня мне писали, не, не, я не могу такое, я не готов. Не то, чтобы я сейчас антирекламу нашему чатику делаю, но, блин, чуваки, не для слабонервных прям зрелища. Давайте попробуйте себя на прочность. Мне казалось, что, знаешь, это те, кто пользуется мессенджером Телеграма, они уже должны быть готовы к этому. Они должны достаточно деградировать, согласен по своей сути, но вот да. Тем не менее. И последнее, что я хочу сказать в этом блоке, это стикеры, которые вы можете у нас заказывать. Специальные стикеры, те самые наклейки на ноутбук или на любое другое место, вы можете заказывать их просто у нас в паблике vk.com.uv.design И там все достаточно понятно. Пишите в личку типа паблика, и мы вам отвечаем, высылаем. Там даже без лички. Там просто ты заходишь в стикер, и есть большая кнопка написать продавцу. Ну вот да. Там сразу же будет предустановлено сообщение, типа меня интересует данный товар. Ну я это и называл личка паблика. Ну да, по факту, конечно, мы-то уже с тобой видим без метафоры, что это все в личку паблика валится, и да, без базара. Давай еще раз повторим, короче, у нас есть оставление тем в сайдбаре, там же регистрация, это все на сайте ewebdesign.ru. Есть чатик в Телеграме, надо написать в веб-сайне. Да. И есть стикеры. И есть UVD Games, смотрите там наши стримы. Ну это беспалево. Да, это так. Продолжаем, дизайн полуторачасовой. Z3TS прокомментировал нам, тоже к 118 выпуску, дизайн у нас свеженький, не без душка. Потому что я вот смотрю светские новости, они так к 117 выпуску. Они завалялись. Они попахивают уже немножечко. Так вот, Z3TS. Привет, в Гугле придумали новый алгоритм с ждать JPEG. Вот это мне казалось, что будет громкая тема. Я сейчас хочу послушать, насколько она громкая. Она настолько же не громкая, насколько... Ну-ка. Насколько заголовок к нашей теме про юзабилити UX в нашем с тобой исполнении. Хорошо. Кстати, справедливости ради, нужно сказать, что не только один Z3TS это предложил, там дальше кто-то еще предложил. Ну, что ты 3TS? Давай прочитаем правильно, как он читает. Zets? Zets. Возможно. Какой-то, да. Zilloty. Оу. Ну, Z3TS, напиши нам транскрипцию своего ника, хотя бы в YouTube в комментариях. Обязательно, не забудь. Да. Мы проверим. Если ты не напишешь, значит, ты не слушал ни хрена. Google Research blog. Я так понимаю, это какой-то крутой блог, правильно? В смысле? Ну, это гугловский. Прям сам, официальный, да? Стоп, официальный. Тут именно это research. То есть, чтобы ты понимал, это алгоритм, это прям научные чуваки в Google сделали. Ну, я понимаю. Это не то, что Пол Айриш в Chrome это внедрил. Нет. Это отдельный отдел, пацанов. Это прям отдельный отдел, который именно researchами занимается. Все. Так. Причем Google Research Europe. То есть, возможно, в радужных... Ну, хотя вон тут логотип уже, собственно, что говорить-то? Радужные эти, радужные исследования проводили. Угу. 16 марта, в четверг, произошло это, великое. И кросс-постнули то же самое, кстати, в Google Open Source Blog. Давай посмотрим. Там то же самое? Да, там то же самое. Причем, даже дизайн примерно одинаковый у нее здесь. Так вот, вышел алгоритм Гуэцли. Гуэцли. Гуэцли, чтобы ты понимал, на швейцарском, немецком, это печенье. Гуэцли, мне кажется. Не важно. Нет, там есть, во второй абзац начинается с транскрипции. А, окей. Можешь прям зайти посмотреть. Да, я вижу, вижу, да. И, чтобы ты понимал, вот у Google, у них андроиды тоже там по названию печенек были? Куки? Ну, слушай, уолипоп там что-то. Ми-ми-ми, да, у них как будто вот десерт, в честь десертов. Вот они какие-то, да, их на сладенькое тянет всех уже там. И этот алгоритм Гуэцли, он на 35% лучше сжимает JPEG. В смысле, что размер файлов на 35% меньше при соизмеримом качестве. Давай, стоп-стоп-стоп, давай остановимся. Просто я как тупой пользователь тебе, у тебя спрошу. Вот у меня есть, значит, какая-нибудь PNG-шка. Я ее открыл с помощью фотошопа. Так. И говорю, фотошоп, а сохрани-ка мне это в шпег. Угу. И он при каким-то алгоритмом кодит его, правильно? JPEG это тоже название алгоритма. Ну вот, алгоритм JPEG, да? И сжимает его, и там, ну, делает дерьмовый, дерьмовый JPEG. Шакалит его. Шакалит. Так. А теперь, я так понимаю, вот этот новый алгоритм, его будут внедрять тоже в фотошопы? Или это далеко еще? Его будут внедрять в какое-то ПО. Он open-source. Ага. Хрен его знает, будет ли его Adobe использовать у себя в фотошопе. Так. Когда там пока до них там сквозь бюрократию это все пробьется? Ну да, логично. Хотя я не знаю, насколько, может быть, у них тоже есть свой ресерч-тим, который вместе с Гуглом это тоже там как-то подделывали. Я не знаю, действительно, я честно просмотрел не только эту статью, а еще спиток статей на других блогах, и в том числе на новостных сайтах, потому что я думал, блин, ну новостные же чуваки должны сказать именно когда уже будет там. Нет, ни хрен бы там. И где будет, самое главное. Да. Везде просто говорится декларативно, что чуваки с Гуглом придумали новый алгоритм, который реально работает. Это реально работает без смс-регистрации. Все. На этом вся информация заканчивается. То есть строго ничего больше. Знаешь, такое чувство, что они это придумали, чтобы отчитаться перед начальником и деньги получить? Ну, или отчитаться уже за полученные деньги. Как вариант. Не знаю, да, как тут это более точно сказать. Но, в общем, в сухом остатке оказывается у них уже был алгоритм зобфли, который по НГшке уже хорошо делает. В том числе у них, как ты помнишь, было веб-пи. Было. Тоже их собственный формат изображений, который пока только в хроме так и используется в итоге. А зобфли, интересно, тоже какая-нибудь печенька? Не знаю, кстати. Не готов тебе ответить. У меня возник этот вопрос, но я поленился, я смолодушничал и не стал вгрызаться в это. Видимо, надо было. Я пока загуглю просто картинки зобфли, чтобы ужаснуться. Хотя веб-пи, наверное, в фаерфоксе тоже уже есть. То есть это просто, ну, у меня в сафарях он не работает, поэтому я думаю, что только в хроме. Да, зобфли это такая ватрушечка, как косичка. Ну, вот, да, будем говорить кренделёк. Кренделёк, кстати, претцел, кто не помнит. Вау. Тоже такое з-з-з-з. Везде, кстати, з-з-з. Френеть, это немцы, они вот пазыкивают там что-то. Ну, в общем, если сравнивать, здесь есть картиночки, вот там не сжатый, не сжатый изображение с люшей. Вот дальше обычный JPEG и Getzli ещё. Он, конечно же, сжимает получше, но, но, давайте не будем так быстро радоваться. Скорость сжатия-то хромает. JPEG быстрее сжимает, хуже, но быстрее. А Getzli лучше, но медленнее. Это примерно как кодек X265, который пришёл на смену X264, который всё ещё так и не получил суперширокого распространения, несмотря на то, что полуторагиговая серия сериала можно ужать до 150 мегабайт. Но он долго, видимо, кодит. Мало того, что он долго кодит, он кодит только на последних топовых процах, начиная там с Бродвола. Ага. И самое главное, он и раскодирует долго. То есть у тебя банально медиаплеер классик лагать начинает. Если у тебя особенно проц хреновый. Да, особенно если у тебя старьё. Если у тебя, извините, как-то я сильно по транскрипции прям английскую сделал вот это. Так вот, если у тебя Кэби Лейк последний, у тебя не возникнет вообще никаких сомнений, что у тебя будет круто это открываться. Ну просто на Рутрекере есть там всякие, знаешь, самсунговские демонстрашки, где 4К видосы весят там 300 метров. Я понимаю, там ещё... Потому что они как раз этим кодеком сжаты. Я помню мы с тобой, мы с тобой пробовали это включать там Логао да свидос. Ещё на моём старом буке, если мне память не изменит. Хотя может и на этом. Кроме того, что Логао ещё 100% загрузка проца просто при просмотре сериала. Ну короче, не скоро это ещё всё к нам придёт. И вот с этим JPEG-лгоритмом примерно та же история, я так понимаю. Слушай, ну и какой-то будет... Вот у нас вообще есть какое-то мнение с тобой на счёт на этот счёт? Есть. Молодцы, чуваки работают. Но, но, пока это не будет встроено в железку. Ну то есть, как вот MPEG-4 кодек, он уже как микросхемка есть в айфоновском процессе, поэтому, когда мы смотрим здесь видосы, она сразу в ноль зарядка не падает, потому что это сам процессор обсчитывает. То есть, не надо это на уровне ПО эмулировать, декодирование. Вот пока не будет на уровне аппаратном реализовано X265 и вот этот Гетсли. Ну, об этом можно говорить только как об исследованиях каких-то. И может быть там Нобелевскую премию Веба дадут какой-то, как Мира, только Веба. Ну, я, ну или Awards, там что там, какие у нас там премии есть в Вебе. Да. Случайно вместо Ла-Ла Лэнда выдадут Гетсли. Так вот, и наоборот, конечно, вместо Гетсли выдадут Ла-Ла Лэнду, но я, вдруг когда-нибудь Ла-Ла Лэнд 2 все-таки получит Best Picture. Ну ладно. Суть в том, что, на мой взгляд, пока это вот работа в стол, что называется. То есть она прикольная, но она никакой практической особенности не несет ценности. Ну то есть, да, мне кажется, что все равно нужно такое делать в любом случае. Стоп, Удо, это же инновации, как Медведич любит. Да, это инновации. Как Димон любит, да. Ладно, идем дальше. Я так понимаю, мы переходим от дизайна к светским новостям. Да, смотри-ка, мы уложились прям сколько минут. Полтора часа уложились? Да, да, минут 28 у нас все идет пока. Мой господин прокомментировал. Кидаю две интересные темки про хронологии. Короче, ребятки, сначала из гугла начали увольняться работнички из-за слишком высоких зарплат. В скобках дурачки-буровички. Это важно. А потом Гугль подал на них в суд за кражу технологий КЕК. Интересно, ваши суровейшие, вот самое суровое, нахмурьтесь перед тем, как комментировать. Мнение по всей этой ситуации. Двоеточие 3. Вот у нас в чате примерно такая деградация происходит, только еще в квадрате. Я на самом деле нахмурился, когда читал всю тему. Согласен, согласен. Потому что действительно, чуваки-то разработчики увольняются из-за слишком высоких зарплат. Как бы это не было смешно или грустно, и в это очень сложно поверить, Но у них есть на это причины Давайте рассмотрим, почему Да, несмотря на громкий заголовок Это имеет смысл Да, это смысл, причем он такой Более прозаичный, чем вы думали Пацаны, которые делают Беспилотные автомобили для гугла Это те самые автомобили, которые Могут ездить беспилота Между прочим, уважаемые подписчики, слушатели На картинке Лексусы RX400 беспилотные, гугловые Да, это те самые автомобили, которым не нужна Вот эта прокладка между рулем и сидением Знаменитая, они сами едут И просто вот везут вас Легко, непринужденно, смотрят Дорогу, изучают Анализируют и едут Короче говоря, вот разработчики таких Автомобилей в гугле получают Очень дохрена бабла, вот просто дохренища И что самое главное, нет ни одной суммы Ни одной суммы, есть множители Я сейчас скажу о них И самое главное, что если ты чувак Который долго держишься на такой должности А в самом начале, вот ты начал работать С самого начала Вот когда еще вот зарождалось это дерьмо То ты просто уже миллиардер Ты просто твою мать Безусловное бабло получаешь В месяц Из-за этого, понимаешь Из-за того, что вот, например У инженера, у ключевого инженера Проекта, Криса Урмсона У него уже такие бабки летели к нему Что он думает, а нахрена я вообще Буду этим заниматься, у меня уже столько денег Я могу свои проекты делать Зачем я на дяденьку гугла буду работать На корпорацию добра А вдруг твой проект прогорит, Крис? А у гугла ты уже насижен У них уже столько денег Видимо, уже изменяется сознание Когда такие бабки начинаешь получать Вот один из первых ушел ключевой инженер проекта Крис Урмсон Который теперь вместе с бывшим сотрудником Тесла Стерлингом Андерсом В нем в Тесле тоже нормально так платят Да, работает над собственным беспилотным Автомобилем Аурора Другой экс-инженер Брайан Сельски Создал стартап Argo AI Занимающийся разработкой системы Виртуальный водитель А не видишь все машиночки Ну так Если они этим уже занимались Для беспилотных автомобилей В эту систему уже согласились Вложить бабло Около миллиарда бакинских Компания Ford То есть Ford Они тоже как бы двигаются в этом направлении Не только Google Google Еще ряд бывших сотрудников Google создали проект По разработке самоуправляемых грузовиков Отто И мы дальше о них поговорим Запомните, Отто Которая в сентябре 2016 года Приобрела компания Uber Рассказываю Во-первых Во-первых Я недавно вам в чатике В нашем микрочатике Где я, ты и Санек Там Миша еще Но как бы да Я, ты и Санек Так вот Я кидал вам статью про то Что там хватит работы 40 часов А я ее собственно и на сайте Ты ее делал в паблике Так вот Там написано что Ну не то что там написано Я и сам помню Именно Ford вел 40 часов Свой рабочий день Против там 80 часов Который был на тот момент Ну они в принципе И знаешь для чего Он дал время людям Чтобы они могли Немножечко потреблять И покупать его машины А то когда они до хрена работали Они не ездили уже Они некогда ездить А тут он им дал время поездить Чтобы они покупали его Мать твою машину Они сами и на работку могли ездить Так и не спали на работе просто Вот, вот Это первое Что я тебе сейчас захотел сказать Из-за этого абзаца А второе В Логане там уже были Между прочим Самоуправляемые грузовики А там поезда Ты вспомни Там составы Они уже без вагонов Без нихрена Там где лошадка Там фуры тоже были Там где лошади Да-да-да-да-да-да Возможно это спойлер Возможно это Отто Но это я напоминаю Там действие в кино Оно 26 2026 или 2028 То есть недалекое будущее Так сказать Да, возможно это Отто Уже будут крутым Скорее всего Или Uber Вот Я сейчас скажу немножко О множителях Тех самых О которых я хотел сказать Система запущена В 2010 году Была основана На увязке Компенсации С достижением Определенных показателей То есть короче Сотрудники получали Не только сверхвысокие зарплаты Но и все возможные бонусы А также доли в компании В зависимости от того Как давно Ты пришел В компанию В этот проект Особенно если ты пришел На начальной стадии Пик зарплат Пришелся на 2015 год Уже когда зажирели совсем Когда размер Компенсационного пакета Достигал Несколько миллионов Долларов Как отметили Источники издания В отдельных случаях Зарплаты и бонусы Сотрудника За 4 года Умножались На 16 раз Умножают обычно В 16 раз Почему у них Наумножалось Или как-то Своя гугл математика Тяжелая математика При этом Компенсация Выплачивалась Даже за достижение Каких-либо Промежуточных показателей То есть Мы как бы еще Пока ничего не сделали Но машина уже может Заводиться сама Да Хотя создание Самого беспилотного Автомобиля Откладывается На годы Откладывалось Поэтому Короче Они зажирели Идем дальше Сплавно переходим В следующую тему Которую мой господин Нам предложил Мы вот с тобой Недавно говорили Что чуваки Из теории большого взрыва Которым там дохрена платят Им уже не лезут бабки Они уже делятся Со своими коллегами На смысле Сколько там Пятеро главных героев Делятся с актерами Которые играют Эми и Бернадетт Да С Мелиссой Рауч И Майям Бьялик Вот этим-то людям Еще больше бабки Не лезут Из Гугла Они бы тоже делились С кем-нибудь Но видимо Они уже не хотят делиться Согласен Там уже настолько их много Что уже у них Взад-назад это работает Они по голому уже Так вот Следующая тема с ленты Гугл объявил Убер в краже Применяемой В беспилотном автомобиле Технологии Тут сразу начались обвинения Некая подкомпания От Гугла Структура гугловская Уаймо Уаймо Разрабатывающая Средства управления Беспилотным автомобилем Подала в суд На Убер Собственно Ее стартап Отто Тот самый Обвинив В использовании Украденной технологии Об этом пишет Бизнес Инсайдер И короче говоря Ну просто я вам скажу Что это как бы Все-все очевидно Люди Которые перешли Из Гугл Такие как Энтони Левандовски После 9 лет работы В январе 2016 Он основал Отто 6 месяцев назад Убер купил Отто За 680 миллионов Баксов И короче говоря Уэймо А то говорят А че это Ну Типа это наши разработки Энтони Ну вот тут видишь Там они сказали Что Энтони Оказывается Скачал более 14 тысяч Конфиденциальных файлов С информацией О разработках На камере Вот это поймали Где он флешечку То свою вставляет Озирается По сторонам Как озирот И И убегает Да Понимаешь Там еще Суть в том Что вот Те кто смотрели Этот Сериал Силиконовая долина Который новый Вот который Самый последний Я не помню Как он правильно называется Ну да Силиконовая долина Наверное Ну кремниевая Силициум Короче Там-то есть Та самая тема Про то что Если ты Работаешь в какой-нибудь Компании И Пока ты работаешь В ней Вот как Есть у нас Чувак Который на работе Успевает заниматься И другим делом Да Хорошим делом Если ты короче Успеваешь на работе Заниматься другим делом А потом начинаешь За это получать Бабосики То короче Чувак Это все принадлежит В какой-то степени Той компании На которой На базе которой Ты это делал То есть если Чуваки какие-нибудь Супер лабораторных Каких-нибудь Условиях В силиконовой долине Опять же В кремниевой долине Что-то делали На базе Оборудования Которое было куплено За денюжки Как это доказать Это легко доказать Просто видно Исходники Где что По камерам Все это отследить Это видно Палево Там все вот прям Можно То есть вот только Наоборот Понимаешь Будешь доказывать ты У тебя будут проблемы Тебе нужно будет сказать Что ты дома это делал Вот попробуй докажи Что ты делал это дома Вот как У тебя не камера У этих-то будет Что ты сидел Что-то там это Да У тебя даже Гид-коммиты будут Именно в рабочее время Да Это вообще палево Короче говоря Поэтому А здесь скорее всего Эти чуваки Они не применули Там делать это все Поэтому я не уверен Что здесь у Энтони Ливандовски Что-то получится Они скорее всего Будут сильно с ними Свидеться Но это битвы юристов Битвы битвы Прям да Как экстрасенсов Практически Да Поэтому спасибо За предложенную тему Мой господин Идем дальше По светским новостям Викиликс Господа Сейчас приготовьтесь К скандалам Это будет круче Чем про Шурыгину сейчас Шамиль7458 Нам это предлагает И я с мобильной версии Сайта Звезды К сожалению Перейду на обычную Я тоже переходил Меня взбесило Это дерьмо Да ТВ Звезда Телекомпания Вот просто Звезда Пишет о таком Что Чтоб ты понимал Я быстро скажу Телекомпанию Звезда Ее То ли военные То ли ФСБшники У нас крышуют Да Похоже на то Как будто это Какая-то лайфру Ну То есть Те же люди Да Так давай Викиликс Раскрыла секретную базу ЦРУ в Германии Вот так И знаешь Я когда прочитал Эту новость Она мне показалась Наиглупейшей И мы сейчас С тобой обсудим Почему А подожди И так и осталось Наиглупейшие Так и осталось Ух ты Неожиданно Короче Во Франкфурте А ты знаешь что Франкфурт это город в Германии Знал? Я знаю два Франкфурта Франкфурт на Майне О котором пойдет речь И Франкфурт на Одере Маленький пограничный город Если ехать на поезде Там шмонают Так вот здесь Пацанов то не шмонают Походу Оказывается В немецком городе Франкфурте Консульство США Оно является Секретной Хакерской базой ЦРУ Понимаешь? То есть там Не просто Консулы сидят А такие знаешь В мантиях Консульских Я Да я Сразу только Там в очках Вот такие хакеры Реально Нео сидят Об этом говорится В новом докладе Викиликс Как Сноуден Я вот Сноудена Сейчас представил Согласен Сноудены сидят В новом докладе Викиликс Об этом Который носит Название Год Зеро Тут такие еще названия До свидос Год зеро Как уточняется В пресс-релизе Негласно работающие Издания Указанной Дип-миссии Это которая Видимо Глубокая миссия Как Дип-хаус Да только Дип-миссия Свои деятельности Европу Ближний Восток И Африку Вот чем они занимаются Понимаешь У них самое главное Паспорта Они на шенген Полностью могут ездить Везде по Европе Без проблем Короче катаются От души У них все там Их никто не может Остановить Короче Супер хакеры ССАшные Короче Это до свидос Что творит Как в последнем Прожекторе Перест Хилтон Теперь я знаю Кем я хочу быть Быть вот этим человеком Который проверяет Правильно распределяется Командировочным Быть хакером У которого паспорт Везде И все вообще Да И они спокойно Естественно Могут по Европе Колесить И как бы И видимо взламывать И вот у меня Почему Кажется мне это Наиглупейшим Вся новость Смысл Людям Которые работают На Америку Жить в Европе Ну пусть Какая разница Откуда ты что взламываешь Чтобы удобнее было Оттуда Все таки Понимаешь Взламывать Прямо так сказать Лично приезжать Отмычка Я не знаю Ну бред Тут дальше написано Смотри Смотри что написано Ну-ка Ну-ка Компания Джулиана Асанжа Позиционирует новый слив Как крупнейшую утечку Секретных документов Которую когда-либо Публиковала организация Это не то Работающие во Франкфурте Нормально Работающие во Франкфурте Хакеры из ЦРУ Могут без пограничных проверок Передвигаться по территории 25 европейских стран Входящих в зону шенгена Вот-вот Способны проникать в сети С высоким уровнем безопасности Некоторые сети Видимо Может только лично проникнуть Которые даже отключены От интернета То есть приехать Видишь Такие базы Данных полиции Добавили Такие Такие как базы Данных полиции Добавили организаторы слива Понимаешь Во-первых это скорее всего Те самые организаторы слива Которые Гермиону слили Возможно Это одни и те же люди Бачка Хакеры Да Но вообще это тупо выглядит Ну Сань Ну вот они могут уже Безинтернетное дерьмо взламывать Им надо приезжать Им надо все равно в Европу прижить Ну как Так они так и могут Это же в том и суть Поэтому оно и безинтернетное Поэтому и могут Единственное их преимущество Перед остальными хакерами Что они всего-то могут приезжать в Европу Понимаешь Понимаешь Тогда это уже не хакерство То есть я как хакера вижу Как человек Который не применяет Никакую физическую Никакую Он не работает в поле Он работает за компьютером То есть по-твоему Чуваки из миссии невыполнима Которые на канатах Аккуратно лазерный пол Не сдвигая И так взламывают Через консольный порт Знаешь Есть такие провода У меня на работе С одной стороны LAN-порт А с другой Ком-порт Так Это для прошивки Всяких коммутаторов Крутых Типа джуниперов И так далее Ты втыкаешь в себя в бук И через путь Типа нужному порту Подключаешься А там ты втыкаешь в ком-порт В этом Так, так Точнее наоборот Твою мать Ком-порт в банку А туда LAN-провод Идет в консольный порт Специальный Вот они Именно так В черных шапочках В черных костюмах С ноутбуком в руках Вот таким проводом Цепляются в большой Мейнфрейм И выкачивает все дерьмо Понимаешь Им одинаково нужны И хакерские навыки Чтобы там заходить Рутовый пароль Подбирать 1, 2, 3, 4, 4, 4 Вот Таких людей не бывает Я сразу скажу Но не бывает Но хакер обычно Это человек Который не обладает Физическими Какими-то Особыми излишествами Он не успевает И качаться И программировать Возможно Он под секретными Амфетаминами Американскими Ну это странно То есть как бы Люди которые работают В поле Это люди которые работают Они так должны Хакеры должны С омоновцами ездить Чтобы сначала Омоновцы подходили Так мы сейчас Бустро с хакерами зайдем Они все хакнут И тогда заходят уже хакеры И все хакают Ну вот А тут сверхлюди Работают Это их и делает Уникальными Ну я вот Опять же Ну мало верится Но напишите в комментариях Нас просят Чтобы мы спрашивали Что вы думаете По этому поводу Есть ли такие хакеры Которые и то и то могут И договориться И в морду дать И хакнуть И знают ассемблер И знают Как девушку соблазнить На мой взгляд Нам совсем недалеко До них С тобой вдвоем Согласен Всего-то паспорта Не хватает С возможности Перемещаться по всей Европе Отлично Я думаю что Можно переходить К разработке А у нас разработка Сегодня рано настала Мы будем без 42 минуты всего прошло Но я не вижу смысла Не делать перерыв Хорошо Может быть все-таки Прервемся Давай Просто Мне кажется У наших подписчиков Уже это как юзабилити Сойдет Им привычно будет Что перед разработкой Он сойдет перерыв Ты имеешь в виду У них уже слюна выделяется Не только слюна Возможно выделяется У них уже другие жидкости Прут Бауэлл мувмэнс Я бы сказал Чтобы вот прям это Не портить аппетит Незнающим английский Вот этим вот Незнайкам А представляешь Невеждам вот этим А наоборот Кто знает английский Они сейчас хлопьями Подавились Ну слушай Те кто знают английский Они уже их ничем Не удивишь Слушай Они уже Такие фразы слышали В подворотниках Что Вот да Вот все вот это Ладно отдыхаем Давай По традиции По традиции По доброй Вот хорошей традиции По той самой По которой Люди садятся за стол Возможно в новый год И по такой же традиции Абсолютно мы с тобой Садимся за стол Чтобы рассказать Про смартейп Это тот самый хостинг О котором мы Каждый раз Вам не устаем Напоминать Тот самый хостинг На котором работает И наш сайт Быстро Молниеносно Прекрасно Тот самый хостинг Который Он вот здесь Находится Если вы Уважаемые подписчики Видели бы Я показываю На свое сердце Конечно Пусть он не врет Вам куда он показывает На самом деле Это тот самый хостинг На котором и ваш сайт Может находиться Если вы На uwebdesign.ru Слэш смартейп Просто возьмете И по реферальной ссылочке Зарегистрируйтесь Перейдете И будет классно Да Нам регулярно пишут Что Блин ребята Мы попробовали Вашу реферальную ссылку Ждем Смотрим Судя по тому Что эти люди Больше не пишут Все у них хорошо Им нравится Потому что Вы же знаете закон Если бы им что-то Не понравилось Они бы так насрали В комментариях Мы бы все еще Здесь убирали Вместе с Никитой Кстати Надо заметить Вот если честно Мы уже быть С нашими подписчиками А мы с нашими подписчиками Только честны всегда Согласен Давно уже никто Не срал на смартейп То есть Скорее всего Пацаны Уже настолько стабильно Работают Что даже самые Привередливые Подписчики наши Которые вот Голую женщину Не видали ни разу Даже они И все нормально Со смартейпом Да Я больше вам скажу В нашей секретной панели А у нас есть такая Смартейповская В недрах Видно что Какой-то человек Даже целый сервак Арендовал через нас По реферальной ссылке Серьезно? То есть не то что Хостинг оплатил А именно железную тачку взял Охренеть Это прям Это внушает Внушает доверие Будь и ты Наш мета слушатель Наш любимый подписчик Тем самым Еще одним Возможно в следующие разы Я уже ники ваши буду называть Смартейповские Полить Сколько вы там денег отдали Айдишники Да Этого конечно не случится Конечно нет EvoDesign.ru Слэш смартейп Вот не сговариваясь Просто потому что Оно от души все идет И от сердца Разработочка Разработочка У нас Первая новость Новость Она же статья Она же объявление Пернули в лужу Как будто прям вот Подожди Я судя по тому что у нас Четыре новости в разработке Я так понимаю Теперь вот это полтора часа Будет идти Нет Нет отнюдь Они тоже не очень большие Примерно как Google и их алгоритм Ну хорошо Декларейт Кроме последней Да последняя долгая Как ты можешь себе представить По анонсу Вижу Так вот Аннотации у нас появились В3C Консорциум 3W Одобрил наконец-то Универсальный стандарт Веб-аннотаций Быстро взорвусь И ворвусь Вообще не в тему Но про аннотации Ютуб больше не будет Аннотации делать Все Они закрыли это дерьмо Вот это вот Дикое дерьмо с аннотацией Когда вот эти красные Большие кнопки Кликни сюда Ничего не будет Теперь только в старых Видосах остаются Ваши аннотации А с мая С мая Больше никаких Нахрен аннотаций Даже в старых не будет показано В старых будет Только в старых Все В новых вы не сможете Добавлять Создавать Только делайте подсказки Классические К этому можно было Это можно было догадаться Знаешь по каким признакам Ну-ка По тем признакам Что аннотации На мобилах не работали На мобилах уже Сразу работали только подсказки Да Поэтому в принципе Я еще год назад Когда эти подсказки ввели Я знал К чему дело-то идет Тем более В одном ролике Могли быть Либо аннотации Либо подсказки Что уже намекает Что если ты прогрессивный пацан И Вы кстати можете смотреть И у нас подсказки Нет не можете Они у нас Заменяются Конечными Вот этими подсказками Которые Ну ты понял Да какие Рекомендуем посмотреть Да Те-тере-тере-тере-тере Вот именно Те-тере-тере-тере-тере-тере-тере Они именно Заменяют вообще Все подсказки Возможно их можно просмотреть И во время видоса Нажать на i Информационную Вот эту И все их увидеть Все четыре А у нас четыре Их на e-web дизайне Надо будет кстати Поэкспериментировать Ни хрена ты меня сбил С панталыгу Ну вот А на самом деле Тема-то сейчас Про какие-то аннотации Про веб-аннотации Ну как И веб-аннотации Давайте так Все мы знаем Что такое аннотации На медиуме Это когда подсвеченное Какое-то дерьмо Строчка Ты на нее жмешь И сбоку показывается Комментарий Именно по поводу Этой строчки Ну окей То есть все равно Что некий человек Выделил маркером И сказал А вот тут вот Слушай прикольно Или вот это вот Себе в подписке Или вот это в цитаты Ну слушай Это же и работает В гугл доках И наверное в обычном Ворде И в ворде есть Да Нам вот с тобой Наш общий руководитель По научным работам Она делает Я с тобой Даже не очень понимаю Ты вот как вообще Ты отвечаешь на вопросы В них Она мне задает В них вопросы Но я так понимаю Это не требует ответа Это риторические вопросы Которые требуют переделки Видимо Того фрагмента Который выделен Просто знаешь А там такой вопрос А ты откуда это взял Вот такой вопрос И все я не знаю То ли ей в письме Это написать В следующей беседе Лучше сказать Типа я это Честно Я это взял с потолка Я это делаю Просто Но ответа уже никакого Ну возможно Главное Чтоб ты просто покаялся Ну хорошо Скорее всего Они все таки Да Они риторические Так вот И Кроме Medium На самом деле В этом В дискассе По-моему Ну короче Есть Здесь в конце Будут сказаны Платформы На которых это реализовано Но оно все Понимаешь Это реализовано С помощью джаваскрипта То есть конкретно На Medium Заморочились Сделали такой Двиган Такую Ну утилиту Такую Библиотеку Штуку Которая Штука Самая Ну правильно Штука Балалайку Которая Реализует Такой функционал Но она не является Стандартной Она требует Регистрации СМС Да И вообще Она прям вот Требует Большой порог Вхождения А люди Из V3C Они решили Что каждый Сайт В вебе Достоин Таких аннотаций Каждая собака Да При встрече Аннотацию Мне подает И На каждый сайт Нужно вот Зайти Мочь Нужно мочь Зайти Выделить Какой-то фрагмент Текста Нажать правой кнопкой Сказать Дописать аннотацию И все Кто впоследствии Зайдут На этот сайт Вашу аннотацию Тоже увидят Они хотят Вот прям Чтобы Каждый веб Веб-сайт Каждый веб Каждый веб-сайт Являлся Такой площадкой Для общения Еще людей Между собой Я честно Забегая вперед Я боюсь От того Как в Реальности Засрут все это дерьмо Реклама И всякая хреновина Погоди-погоди То есть даже на тех сайтах Вот где есть Где этого типа Непредусмотрено Онлайн-помощник Вот этот Который говорит Здравствуйте Я Алексей А есть такие Ааа Ты имеешь ввиду Консультант Везде Ну при чем здесь Этот онлайн-помощник Ну я имею ввиду Что даже на таких сайтах На которых там Ну просто уже Все и так засрано Ну вот да То есть они хотят Чтобы была такая возможность И здесь они это демонстрируют Пока тоже на джаваскрипте Потому что очевидно Что этот стандарт Еще не имплементирован Нигде В браузерах Он пока только В V3C Его так сказать Стандартизовали Простите за тавтологию Что стандарт стандартизировали Погоди А можно сразу же Вот забегая вперед Можно же сразу Вот взять Как-нибудь Одно там что-нибудь Написать И чтобы вот не было У меня этого на сайте В том плане Что вот Просто написать Чтобы оно вот Не работало Не знаю Не знаю даже Не могу с тобой пока Ну я понял Нет предметного Да То есть вот На данный момент Все что желтое Я могу один клик нажать И справа у меня выезжают Аннотации Я вижу И там можно Реплайс даже посмотреть Hello world Я вижу Вот это все Так И кроме этого Кроме этого Мы можем Не помню я Что хотел Сказать Мы можем Сами это делать Я могу сам Сейчас засрать тут Надо по-моему залогиниться Или нет Пока нужно Вот я жму на реплай You must be logged in To create annotations Ну да На данный момент Они требуют регистрации Потому что это все Все джаваскриптовая имплементация Если мы с тобой Инспектним элемент Ну-ка То В прямом эфире Это просто тег Hypothesis highlight Это не какой-нибудь Спан Или что-то такое Это прям вот Целый веб-компонент Мать твою Практически Ну я так понимаю Он им и останется Да Только его уже будут Браузеры понимать А на данный момент Я так понимаю Он парсит Парсит с джаваскриптом И да Короче говоря Они прям Ящик пандоры открывают Я боюсь представить Насколько вообще возможно Засирание Любых сайтов Этим Ну такое чувство Что это даже Не ко всем сайтам Относится Они хотят сделать Чтобы больше было сайтов Типа как medium Нет Они хотят Чтобы это реально Везде было Ну а смысл Я только вот не понимаю За чей счет Этот банкет В том смысле А где будет Это все храниться Ну то есть Не будет же У каждого пользователя Доступа в базу данных Этого конкретного сайта Я не знаю Слушай Вот у них надо спросить Куда это будет Где вот эта вот Распределенная база данных Ну вообще Они вот показывают Что веб аннотейшн сервис Или в этой рецепт Обожились Что они будут хранить Всю инфу Ну вот Не знаю Как-то Они пишут Что в этой рецепт Сервисы будут Некие Сыровато А кто будет за это платить Я пока не понимаю Но вот они говорят Что есть сервисы Типа genius Readcube Medium Или Amazon Kindle Где уже есть Заметки Ну и правильно Здесь по тебе Сказали про google doc И сказали Что просто в самих PDF-ках Это например возможно Ну да Вот у меня в программе Preview Маковской Это есть такое Есть И я вот пытаюсь Сейчас посмотреть Где они пытаются Это хранить This is just the beginning Ну они пока вот Раскачивают эту тему Насколько у них Идеальная Так сказать Как лодку раскачивают Да Насколько у них Идеальная концепция А как это на деле Будет реализовано Мы можем уже понимать Примерно после Мая 4-го Тире 5-го May the 4th Практически Потому что у них Эти Стейкхолдеры Кто это Акции Которые держатели Акций Они будут На сходке На годовой Обсуждать Будут ли Видимо в это Вкладывать Или не будет Нихрена себе Там прям Коалиция Примерно 70 Ну вообще Они в конце Даже Тима Бернса Ли Хвалят Самого Создателя Он на данный момент Директор В3Ц Чтобы ты понимал Немного А так он там и будет Среди стейкхолдеров Видимо да И он прям увидел Потенциал Много лет назад Здесь есть Видос 2014 года Где он уже Рассказывает что Блин надо Анотации делать Чуваки Охренеть можно Кто бы знал Ну в смысле Это от них Инициатива исходит И видимо От него Не в последнюю очередь Не понимаешь Мы сколько обсуждали Всякие тренды Бренды Хрененды А ну это Понимаешь Это вот в кулуарах Это прям вот Он сидит здесь И просто что-то В каком-то Он где-то Знаешь как будто В каком-то кафе В Японии сидит Даже Ну не обязательно в кафе Санта Клара Калифорния Какая-то конференция В3Ц Он сидит Как будто Вот фудкорт В моле И там в центре Вот этот садик Он в центре здания На самом деле находится Там у него тюльпана Вот это вот Какой-то А там многие сидят Я просто вижу По тайм-ленте Что там не только Он сидит Да там в принципе Там все сидят Вот Тим Бернсли Он же с залысинками На самом деле Ну вот Как-то слушай Неожиданно подкрались Аннотации-то Мне Я не ожидал Я вообще не ожидал Я считаю что Ты думаешь что-то лишнее Да Как-то нужно продумать Алгоритм Чтобы это не заспамили дерьмо Нет А как заспамить дерьмо Приведи пример Как это может быть плохо Давай К каждому Предложению Делать аннотацию Лучшие Резиновые члены По ссылке Купи Виагру Здесь Нет И на всех сайтах Такое ботом Загрузить И сделать аннотации К каждому слову Что Виагру Можно купить здесь Хорошая идея Надо закинуть Тима Бернсли Пусть он посмотрит Да Спросить просто Слышь друг А вот с этим Как бороться Он говорит Я это и хочу Он краснеет Да И говорит Блин Вы что делаете Вы что палите Ты меня Вы думаете Откуда стейкхолдеры Будут в это вкладываться Потому что Нам проплатят Все это дело Виагру Будем посмотреть Как будут развиваться События Следующая новость Я просто Не мог пройти Мимо этой новости Я посчитал Мы же с тобой Тренды Тренды Как ты говоришь И вот они Тренды Хотя на каком-то сайте Hypothesis Непонятно вообще Но не важно Я Зу нам Прокомментировал К 117 выпуску Интересно было бы Узнать ваше мнение По следующей теме Сравниваем Производительность Native iOS То есть Swift И React Native Сыль Сыль И я так понимаю Это для умных пацанов Которые любят реально Swift Каким-то образом Уже успели полюбить Ну слушай Уже года три Многое Базара нет Ну просто как бы Почему бы не пользоваться Все еще старой хренью Этим Objective C Ну Типа Swift более Окей Да Те кто любят Swift И те кто вот React Native Вообще понимают Что это такое Давай хотя бы Расскажем что вот это И то и другое Сразу Был раньше Fallen Gap Хреновина Которая компилируется Из JavaScript В нативный код Так На ему на смену Пришел React Native От Facebook И Со свойственной Facebook Дотошностью Они сделали Более глубокую Низкоуровневую Хреновину Которая более круто Компилируется В нативный код То есть схавали По сути Fallen Gap Ну слушай Да Fallen Gap Сошел Так сказать Вообще с арены На данный момент Возможно Возможно Я некомпетентен В этих делах На самом деле То есть Я не могу сказать Насколько React Native Круче Fallen Gap Но с учетом То что про Fallen Gap В этой статье Даже слова и не было Видимо он Реально круче И возможно Возможно Fallen Gap Он не Компилировался Полностью в нативку А он через WebView Как-то делался Просто и все Не знаю А тут все уже натив А здесь стопудовый натив И чувак А именно John A. Calderaio В под медиуме The React Native Log Написал статью О сравнении Вот мне это стало интересно Насколько Чуваки из Facebook Смогли имитировать Круто Оргазм Да А вот Технический оргазм У наших устройств И сделали ли они Этот фреймворк Настолько же Производительным Насколько является Просто нативный код Написанный на свифте Вообще конечно С фамилией Calderaio Это у меня вот Чуваки Которые рядом с мусоркой Ходят Они все Calderaio Если честно Просто чтобы ты понимал Ночные эльфы На эльфийском Calderaio Ну это кстати я знаю Они тоже еще Те Calderaio Они же из колодца Допили Согласен Да И не могли без этого До свидоса Поэтому Ну давай ладно Перейдем к этому всему На самом деле Я когда начинал Читать эту статью Я такой думаю Блин Всегда натив Уделывает Какие-то вот фреймворки Которые компилируются В натив Понимаешь Но он же в натив Компилируется С какого хрена бы Он был Ну так сказать Менее производительным Чем уже натив Ну логично Но результаты Они немного другие В смысле Фейсбук выигрывает Ну я не могу сказать Разительно другие Немного другие Хорошо Да Здесь он Рассказывает Что React Native Это гибридный Мобильный фреймворк Который позволяет нам Писать приложения На джаваскрипте И который потом Их компилирует Очень четенько В Objective-C Или в джаву Если говорить Про андроид Для андроида React Native Тоже может Просто Чувак С фамилией Калдораи Он больше iOS любит Поэтому он Вот под iOS Выучился Он говорит Мне была цель Сделать два Абсолютно одинаковых Приложения Одно на свифте Одно на джаваскрипте На React Native Да На React Native Стало быть И говорит Ну мне пришлось Правда Оба языка Выучить этих Хотя бы Ну по минимуму Вот для того Чтобы сделать То приложение Которое он сделал Приложение Такого Четыре вкладочки Снизу Ну ты понимаешь Четыре классических Вот этих кнопки Снизу Которые еще там В третий iOS были Первое Это тест процессора А именно Заход на Facebook Логин с помощью Facebook И показания профиля По какой-то причине Это нагрузку Дает на CPU Ну ладно Ну вот да Ну хорошо Второе Вторая вкладка Видимо Видяха Не-не-не-не Вторая вкладка Это видяха Ну Она называется To-do-list И там Будет Добавить Айтем Удалить Айтем И это как-то Красиво Видимо удаляется Слушай Потому что Раз GPU Во всех будет Просто Вкладки Это 4 А тест Это 3 Ага Окей И на самом деле Во всех тестах Будет скакать И тот usage И другой usage Так вот После Третьей Это Page Viewer Там просто Свайп Между тремя Вкладками Красная Зеленая Синяя Я так понимаю Red Green Blue Да Четвертое Это Maps Это Этот Как Элемент Карты Хотел сказать Контроллер Карт Не знаю почему Элемент Карты Ну Типа Нативные Карты Эпловские Ага Вот да Как там Оно Зумится Как оно Подгружается И так далее Ну говорит На свифте Мне говорит Понравилось Все Я в принципе Более или менее Понял язык Но вот Фреймворк Cocoa Touch Это именно Фреймворк С элементами Интерфейсов Вот этого всего И мне говорит Дался тяжело Я смотрел курсы На udemy.com Не знаю Это вирусная реклама Или нет Он называет Даже чувака Кого он смотрел И да Мне говорит В принципе Этого хватило Для того чтобы понять Хотя говорит До сих пор У меня есть Некоторые проблемы С Cocoa Touch Не очевидно Все для него Это показалось Так Ну-ка React Native Мне просто интересно Как там у него было React Native Забегая вперед Он сказал Зашел вообще хорошо А он может Просто JavaScript Пайм Нет Он видишь Он знает И Java И C++ То есть он строго Типизированный пацан JavaScript ему должен быть Чужд Как прям вот У него это Буква R Согласен Согласен Так вот Ему понравился Xcode Так Она очень продвинутая User-friendly Ну он тут рассказывает О тонкостях Что можно Как в фотошопе В history Зайти Смотреть Что когда делал Можно зайти в storyboard Это экраны приложений И посмотреть В каком порядке Что выложить Там стрелочку добавить И так далее Откуда начинается Привожение Ну не важно Он прикладывает код Вот так выглядит Слушатели Просто представьте Четыре вкладки Снизу переключающиеся Как в фейсбуке Там пять Или сколько Вот тут четыре Первый профиль Второй реальный To-do list Третья page view Четвертая maps С иконочками Он их сделал На фейсбуке Просто синий экран Кнопка login with facebook После того как залогинится Он подгружает аватарку Имя и почту Все На to-do list Возможность добавить По названию И удалить Как бы Ну Вот тоже по названию Стало быть Третий page view контроллер Это Менять вот этот Вот цветной хреновин Вкладки переключать И здесь он Именно проверял Что в фпс Анимация была Вот это все И четвертое Это карты Они Как ни странно Не сложно догадаться Они нагружают Вообще все В том числе память Прямо не буферизируют Так Ну так вот React native Это зашло Еще легче Но говорит Все равно конечно Недостаточно Мне было статей В интернете Почитать Опять вернулся На udemy И уже посмотрел Другого чувака Какого-то Стивена Грайдера Поэтому Возможно все таки Это вирусная реклама Удеми Но Да И говорит Я конечно Даже Ошеломлен был тем Что вот На react native Все понятно Как-то Вот прям Хотя казалось бы Подожди Нет Сам react native Ему не понравился Но Ему понравилось Что каждая строчка Кода Которую он пишет Она имеет Практический смысл Ты понимаешь Что делает Каждая строка А видимо В свифте Прям как По старому В c++ Надо было Инклудить То Инклудить Это Как в ассемблере С регистр В регистр Переходить Ты уже как бы Это делаешь Но не понимаешь На хрена Ты это делаешь А вот здесь Видимо Каждую строчку Он прям понимал Readable Readable Полное Да Поэтому Он в принципе Сделал все Отметил Что Построение интерфейсов На react native Оказалось проще Из-за фликсбокса Там все Очень хорошо Скейлилось И в портретном И в ландшафтном Режимах И практически Ничего делать Не надо было Оно сразу Резиновилось Везде А в Свифте Вот в этом Cocoa Touch Ему приходилось Видимо танцевать С бубном Чуть И какие-нибудь Магические цифры Писать Прям просто Вручную Прописывать Тут 100 пикселей Тут 200 Так Вот Получилось все Примерно так же С виду Можно посмотреть На скриншотах Опять же То есть Он в принципе Сделал два Идентичных приложения Теперь бенчмарки пошли Я говорят Проверял Обе Оба приложения В трех категориях ЦПУ Профилирование времени Сколько что Выполняется ГПУ Это количество Кадров в секунду И количество Памяти Ну Тут не сложно Понимать Сколько задействуется Памяти Для конкретных Этих Не А у меня знаешь Какой вопрос А если он Забыдлил где-то И написал хреново Какой-то кусок Тогда по сути И просядет Просто Ну вот Там ЦПУ ГПУ Я не знаю Я согласен Какой-нибудь Не алгоритм Так сказать Не Блин Я погнал Видимо Уже туплю Ну не продуктивный Только какой-то Непроизводительный Вот Может быть Такое Ну вот Ну допустим Возьмем за х Что они одинаковые Допустим За х Возьмем Либо что он Там не там Не набыдлил Либо что он Набыдлил равномерно В обоих В обеих Ну допустим Хорошо Ладно так Ну вот Я выполнял И здесь Ну пошли Графики Сухие графики Которые нам Показывают Что процессор Используется В среднем Больше У React Native Особенно В тесте С картами Там прям Он подзавелся Чуть И 56% Пошло Вместо 42% Так И Ну вот Он на каждой Вкладке Пишет Что там Вот На первой Там 1.86 React Native Более был эффективен На второй Вкладке На 1.53% Был более эффективен Но из-за того Что на картах Swift сильно удел То в итоге Swift На 17.58% Более эффективно Использует Процессор Ну считай На 18 На самом деле На мой взгляд Это тоже Достаточно важно Потому что Использование Процессора Оно Линейно Коррелирует С временем Работы Аккумулятора Ну кстати Логично Поэтому Вот на 18% Swift Лучше Предположительно Работает С вашим Аккумулятором И это Прям круто И это я узнаю Apple Да Они же любят Говорить о том Что использование Аккумулятора Чтобы ничего не жрало Да Они идут дальше Флэш Все вот это GPU Measurements Замеряем Графику И чтоб ты понимал На графике Уже React Native Особенно в Туду листе Прям показывает Лучшие результаты Несмотря на то Что 60 Фпс Нигде нет До 40 Максимум Дошли Ну видимо 40 тоже Достаточно Нормально Да И Тут Если уже Сразу Подсмотреть То Swift Выигрывает В двух Но в принципе В среднем React Native На 95 сотых Больше кадров В секунду Выдает В общем По больнице Так сказать Абсолютно Никаких Я думаю Изменений В батарее Не будет Ну кадров в секунду И кадров в секунду Ну то есть Подлагивания Какие-то визуальные Почти на кадр Ну и хрен на них Наверное Че Ну да Но вообще Он удивляется Что Удивительно Что Facebook Они смогли Код React React Native React Это вот React Native В сумме Это подсказка вам Да Так вот React Native Они смогли оптимизировать Даже чуть получше Чем нативный iOS Ну Самое интересное Начинается В Memory Measurements Где Swift В среднем В два раза Больше память Жрет на Картах Неожиданно Да? Неожиданно То есть Ладно бы В два раза больше Как вот там На профиле Там между Двумя мегабайтами Разница И 2.09 И 2.11 Но нет На картах Разница 118 мегабайт Против 57 У React Native Чем меньше Тем лучше Как вы догадались И Непонятно Какого хрена Он говорит Я вот загружаю Вкладку Maps И Включаю Он подсвечивает Голубеньким Там и так далее Вот эта точечка Ну говорит Очевидно Что если я Зумлю То еще до хрена Подгружается В память И так далее Может быть Этот React Native Как-то очищает Удобно Все по-быстрому То есть Общий Расход памяти Не сильно большой Из-за того Что он Периодически За собой Как-то Подчищает Хрен его знает Ну в общем React Native Он уделал Здесь прям Свифт Как стоячего Но опять же Я буду На своем Настаивать Что Возможно Вот эти Дрочения То есть Скидывание Кэша И заново Подгрузка Они сильнее Заставляют Крутиться Процессор Соответственно Аккумулятор Быстрее Садится То есть Как бы Оперативная Память Может быть Менее Засрана Ну и хрен На нее Зато Работает Дольше И лучше Пусть все В буфере Как в Линуксе Вся оперативная Память Моя Все Буферизировано То есть Чтоб ты понимал Unix Системы Они всегда 100% Загрузка Оперативки Потому что Они все Буферизируют В нее Типа Чтобы только Быстрее Работало И лучше Было А то Что там Память Туда-сюда Дрочится Ну так Это память Как бы Ну Чего бы Нет Поэтому Это вот Для меня Это не плюс А минус Наоборот Для React Native Хотя Может быть Я немного Предвзят Хотя Казалось бы Чего бы Мне быть Предвзятым У меня Брат Сват В Apple Не работает В Facebook У меня Жену Не уводил Поэтому Не знаю Причем Весь Facebook Сразу Но Вот Автор Нам Сделал Вывод Что Все-таки React Native Крутой Ну Я В принципе Вижу Что Чувак Сразу Был за React Native Ты мне Сразу Это Проспойлерил Ну да Что Он за него Поэтому Ну Окей Он написал Я конечно про Native Android Ничего не Сказал Может быть Я когда-нибудь К этому Вернусь Ну Кстати Да Тут Надо Везде Испробовать Протестить Не только На iOS Но Вот он Говорит Что для iOS React Native Это Фреймворк Будущего Прям он Замахивается Нам Вот такие Слова Громкие Громкие Слова Да Что Опять же Хочется Прям громкую Тему React Native Это Фреймворк Будущего Блин Дальше Следующая тема Тема Схабра Она кстати Классная Ну да Она неплохая Она Немножечко Вас Расслабит Потому что Я аж сам Даже Поднапрягся Чуть Ты считаешь Ты поднапрягся Ну ладно Давай Да Я считаю Немного Немало Так вот Мигалин Данила Мигалин Может быть Ну в общем Данила Нам рассказывает О том Что Есть некая История А рассказывает Он не сам А все таки Перевод Делает Какого-то Эдди Фридмана Это дама Какую-то Эдди Фридман Обрати внимание Она не Эдди С двумя Д Она Эдди Эдди И это Адди Пишется Я так понимаю Ну не важно В общем Никто говорит Наверное И не знал А на Animals.oriley.com Опубликовали Статью о том Откуда же Появились зверушки На обложках книг Которые мы все Так знаем И любим Я думаю Ни одного Подписчика нет Который не знает Про те самые обложки Это уже По-моему В мемах Даже Во всяких Прикольных Шуточках Про веб Есть Используются Эти вот Прикольчики Про обложки С Орайли Нет Эдди Она пишется Как Эдди Е Все таки Не Ади А ЕДЕ Окей Извини Перебил Давай Все знают Давай послушаем Как они Откуда Они всем интересно Было Откуда они взялись И вообще Че это за животные Пользуясь Служебным положением И случаем Хочу сказать Что на YouUpDesign.ru Слэш Books Можно скачать Уже довольно таки Большое количество Таких книг И их дальше Больше И ознакомиться Поэтому Заходите К нам На Сайдетский Так вот Эдди Фридман Написал О том Что Ягод Вспоминаю В середине 80-х Мы уже Занимались Продажей Книг По почтовым Каталогам На различные Темы Связанные С Unix Начинали Они сугубо С Unix Чтобы вы знали А тогда уже Было Орайли Да Прямо Уже Издательство Орайли Оно тогда Назвалось Орайли And Associates И ассоциируемые С ним Кратские руководства Nutshell Handbooks Кратские Кратские Да Как гратские И они были между собой Скреплены скрепками Сами книгами Или простые Коричневые обложки Здесь есть картинка Знаешь что мне напоминает Ну-ка Методичка Методичка Мне тоже Прям да Со временем Тим Орайли Нихрена Я неправильно произношу Вот я тварь Я по-немецки произношу Орайли Это было бы по-немецки Орайли Тим Орайли Окей Решил продавать книги В обычных книжных магазинах И на него графического дизайна Для разработки новых обложек Сам понимаешь Методички Это никто не будет брать И он решил Что мы их рассылаем Только там По каталогам Давай Говорит Индустрию наладим Прямо все-таки Выйдем на полки На книжные И Пригласили Так сказать Дизайнеров А именно Соседка Вот этой Эдди Соседку пригласили Просто Да Она работала Техническим писателем И маркетологом Она мне показала Нарисованное В издательстве обложки Поинтересовалась Есть ли у меня идея получше А у Эдди Таки была Идея получше Она в тот момент Была погружена В мир ВАХ ВМС корпорации ДЕС Что Кого Не знаю Но В качестве Исполнительного Продюсера Слайдов И видеопрезентации Она там действовала Ну вот Я по этим буквам ВАХ Когда вот это В первое И когда Да ВАХС Такое чувство Что она что-то с видео Делала в те годы Да А в те годы Все вот такие Тройные аббревиатурки Были с трех букв Вот Я слышал про Юникс Но я с большим трудом Представил что это такое Никогда не видел Юникс Программиста Никогда не пытался Редактировать текст Ви Странными для нее Казались даже термины Сценерис Юникс Ви Сед Оук ЮЮСП Лекс Уац Кёрсис Они звучали Как какие-то слова Из мира драконов И подземелья Данженс Дрэгонс Популярны Среди гиков Скобках Преимущественно Мужского пола Пошла Пошла Шовинизм В обратную сторону И она что Сразу нарисовала Чувака Линуксоида Сразу нарисовала Ну Смешно Я когда Начала искать Подходящие Изображения На обложку Книг Как именно Она это Начала искать Я не знаю Тогда в 80-е Надо в библиотеку Было поделить Для этого идти Или в музей Да Но вот она Наткнулась На гравюры 19 века На которых Были изображены Какие-то Странно выглядящие Животные Которые Показались Очень подходящими Для этих Странно звучащих Терминов Мира Юникс То есть В принципе За все Мы обязаны Фантазии Какой-то дамы Которая Которая Ни хайна Не понимала Собственно Да От ее невежества И явилось Толчком К вот этому Гениальному Дизайну Обложи Которые Мы имеем Теперь Так И по мере Того Как я изучал Особенности Этих Реальных Животных А там Видимо Гравюры Это тоже делали Не просто С хомячков Или котиков А там Со всяких Приматов Странных И так далее С птиц Ягод быстро Обнаружил Интригующее Сходство Между животными И технологиями И это чувство Росло По мере того Как я узнал Все больше Нового Про животных И технологии А почему Я не сказал Что на пользователи Юникс По-моему Очень сильно Да Так вот Она была Настолько Возбуждена И вдохновлена Этим Ну Это мы Опустим Согласен Все выходные Работала над обложками Без перерывов На сон И отдых Поняла Я то поняла Вообще Еще как Так вот Она показала Несколько набросков Соседки Чтоб показали Их в офисе Ну и как вы догадались Тим Орейли Он прям Да и не только он Некоторые люди В Орейли Были поражены Имеется ввиду Скорее всего Это чуваки Которые главные Там были Да Некоторые испугались Им сказали Что это все Слишком странно Уродливо И жутковато Однако Тим Принял административное Решение И сразу Сообразив Что к чему Просто понимаешь Это как-то Слишком круто Вот насколько У нее должно Было смелости Хватить Чтобы вот Нарисовать Что-то такое Ну не совсем Потребное Так скажем Не на совсем На обложку Да По идее Как обложка Выглядела Вот как они В 80-х Думали обложка Там просто Супер Нью Кул Не умели Руководство ПМС ДОС Гигантские буквы Вот эти Розово-кислотно-красные Какие-то выиски Вот это все Да А тут какая-то Приходит И это просто Ну что это такое Какие-то Бурундуки Да На чувства Тима не подвели И он прям Приказал Сказал А вот у нас Так будет И похрена И все Выделили их книги На прилавках Среди предложений Других издательств И все поперло Надо Тиму Отдать должное Он человек Который смотрит В будущее В завтрашний день Есть некоторые вещи Да Которые Не поняли Спустя годы Например Первое У шимпанзе Нет хвостов Но босраться теперь Я говорит Прочитал неправильно Подпись к одной гравюре И ошибочно назвал Какую-то обезьянку Именно обезьянку Шимпанзе Мы получили целую кучу Писем Сообщающих о том Что у шимпанзе Полностью лишены хвоста В скобках В этом вся суть Наших читателей Это смешной Но имеется в виду Что задроты Они во всем задроты По сути Аа Не только Linux Им интересно изучать Но они и придираются Даже вот к обложкам Тем самым Я-то думаю Что она имела в виду Теперь вижу и понимаю Далее Люди готовы За верстоп Ходить неприятных им животных Один из наших читателей Пожаловался на то Что мы использовали Изображение паука На обложке И в тексте Одной из наших книг Вебмастер Я вот тоже Если честно Не люблю пауков Ну ты действительно будешь Как он А он смотри Что сделал Ну-ка Какие до ужаса Пугали его жену Ему пришлось Пройтись по всей книге Заклеить изображение паука В начале каждой главы Ну это Это ужасно Мне Я просто знаю Как насколько Детализировано Насколько прорисовывают Вот эти обложки Мне теперь интересно Как там паук Это действительно страшно Охреновина Я пока загуглю Спайдер Даже не надо загуглить Там есть Просто кнопочка Вебмастерная Натшелл Ссылка Ну-ка Если я на нее Сейчас заходу А я вижу Захожу Там Есть да 2002 год Там ну паук Да Плохо выглядит Я бы заклеил Ну окей Ладно Причем, а, вебмастер Ну, типа такой вебмастер-паук Я теперь, понимаешь, начинаю ассоциировать Людей, которые учат Вот тот предмет, о котором Написано в учебнике с обложкой JavaScript Definitive Guide на срок, я напомню просто Он такой упертый Вообще, прям до свидос Упертый настолько, что 1100 страниц Прочтет Ну ладно, давай рассказывай, там же какая-то тема Дальше пошла-то, которая Greenpeace Это в конце Еще один факт, который осознали, людям нравятся животные с лицом Которые На картинках, где Животные имели выраженное лицо, видимо Как у людей в Хардстоуне Вот как вот у Таурены У них у всех глазки именно людские И когда они смотрят непосредственно На читателя, это подкупает И таких книг больше берут Да слушай, вот это точно психологическая тема Это же особенно Тема была, я не помню, слушай Мы это, наверное, не рассматривали, я, может быть, про это говорил Секунду, не секунду Но вот эти вот самые популярные Топ-гроссинг приложения На iOS и на Android Топ-гроссинг вообще Игры Именно игры топ-гроссинговые Они все с лицами Там, я не знаю, Clash Royale Там Или какой-нибудь еще какая-нибудь хреновина Они все с лицами Людей с открытыми постями Они все так на тебя смотрят Орут Ну это животное Какое-то прям возбуждение И ты просто, ты не можешь Ты все, у тебя шок Надо зайти Ты должен установить это дерьмо Тем более А если оно еще где-то в топах Оно же там сразу, естественно, в топах Ну, первое Сразу влив трафла Охрененное И ты видишь, и ты себя А-а-а, чувак орет Просто вот Тебе нужно это установить А вот тут просто лица Это хотя бы не так вызывающе Как бы кажется Но все равно Ты хочешь Ты видишь, как на тебя вот этот медвежонок смотрит Этот медвежонок Или паукан на тебя смотрит И все И пукан его Ну вот да Видимо Медвежонок все-таки больше зашел Чем вот осьминоги И всякая хрень здесь Тут реально змеи Просто клубок змей Ну да Здесь опять же сказано Что были у нас и всякие змеи И это вся их бесио Но самое главное В конце Животные в беде Вот что они осознали Во время изучения животных для обложек Дизайнеры Карен Монтгомер и я Стали очень чувствительны К бедственному положению Диких животных по всему миру Множество животных появляются На наших обложках Находятся в критическом состоянии Например, долгопяты Ну, не буду перечислять Короче, есть вымершие животные Не вымершие, вымирающие у них на обложках Они хотят Тем самым еще и Привлечь внимание К судьбам этих животных И каким-то образом Вот в нас Пробудить интерес Да Чтобы мы тоже поддерживали Гринпис Поэтому у них вот этот Так Простите Animals.oraili.com Можете там прям посмотреть У них про каждого животного Можно почитать И вообще Быть участным, причастным И так далее Прикольно Прикольно Да, это я нашел Где-то Ахренеть Че творим А это прям еще и От сердца к солнцу У нас Темки-то Летят Ладно Я так понимаю Последняя сейчас Тема в разработке И она вроде как Жесткая Жесткая Ну, мы ее попробуем Сейчас сделать Менее жесткой Давай я посмотрю на тебя А я прям вот Засекай Давай 6 минут Антон Здор Прокомментировал Привет, мужчины Думаю, вы и сами Захотите это обсудить Но на всякий случай Кстати, если бы он не предложил Она была в темках Просто он предложил Поэтому я все-таки решил Как-то с ним Отдать должное Новый дизайн смешинга Что думаете? Особенно интересно то Что они ушли с ВП И теперь юзают какую-то магию По ссылке магия Собственно сама статья Перехожу И здесь есть цитатка небольшая И, собственно, я ему Единственному Написал ответ на комментарий Мне прям понравилось Что он цитатку использовал Она так круто в комментарии Прям смотрится Согласен Я вот Молодец Пользуется Вот HTML тегами И у них Вот сама цитатка глазит У нас больше нету Бэкэнда Кроме этого Статический HTML Продвинутый Джаваскриптовый API Все это Работает Как прогрессивное Веб-приложение С сервис-воркером На бэкграунде С супербыстрым Производительностью Все это Из CDN Идет рядом с вами Охренеть Давай быстренько На секундочку Напомним Что такое Смешинг-магазин Просто на секундочку Для тех людей Кто все еще в танке Смешинг-магазин Это популярный блог В котором Виталий Фридман Основатель его И команда Большая команда Редакторов Отбирают Авторов для статей Являются Сами авторами Некоторых статей А короче Они еще Огромные энтузиасты Вот сам Виталий Фридман Он любит всю эту тему Вот просто От души От сердца У них сейчас Это уже конечно Индустрия Они проводят конференции Да У них собственные книги У них собственные там Воркшопы События У них доска объявлений Которая прям вот Заверена чуваками Смешинг-магазин Что это хорошие работы И так далее Теперь у них будет Мембершип То есть у них будет Подписочный сервис Для того чтобы Регистрироваться на сайте И платные вебинары Какие-то проходить А также у них еще Печатный журнал Будет теперь выходить Ну давай Об этом позже Давай расскажи Что же там На Смешинг-магазин Происходит Различные статьи Про А Не теперь А вообще всегда Различные статьи По бэкэнду Фронтэнду По веб-разработке Короче Я имею ввиду Да Че нового Вот это дали нам Вот мы видим На next.smashinmagazine.com Мы видим новый сайт Он Меня сразу опять Вот обескураживает Это гигантские интерфейсы Меня что-то все обескураживает Если честно Меня еще и все песит Кроме всего Вообще до свидос Ну ладно Зеленая вот эта Вот штука о том Что у нас бета Бла-бла-бла Окей Хорошо Почему нет крестика Чтобы закрыть Раз и навсегда Видимо Все Смотри Что у тебя пока Полная бета Пока что бета Но это ладно Меню меня тоже Не очень бесит Оно гигантское Оно гигантское Но оно меня не бесит Вот если бы я стоял В метре от своего ноутбука Меня бы оно не бесило А так все-таки гигантское Ну Кроме там Красивеньких анимаций По наведению Есть статьи Есть книги Физические Цифровые Естественно Их книги Нетрудно догадаться Если я перейду Сейчас вам по ссылке То вот Можно купить Именно смешинг книги Кто бы сомневался Там скидки Все это Ладно Забили Ивенс Это их конференции И мастер-классы Джобс Это их Джобборд И мембершип Это их закрытый раздел Который по-моему Они все еще не доделали Если я сейчас зайду На слэш-мембер Ну-ка Да У них здесь просто Катулька сидит Ждет птичку А смотри-ка Это у них такая Прогрессивная подгрузка была Возможно Наши зрители увидели Что пока у меня Не загрузилось дерьмо Там Катулька ждал Птичку на окне Классно Ну так вот Вот типа мембершип И так далее Всего-то Один кофе в месяц Они так прям Это позиционируют Ну у них здесь есть Три варианта За три доллара За пять долларов И за девять долларов В месяц естественно Ну и там понятно Что включено Там все фичи Все книги Два журнала На самом деле Два журнала в год У них будет выходить К слову Ну да И девять долларов в месяц Это дешево Это нереально дешево Вспоминаю Что мы полтосик За три хаус платили Возможно здесь Не за чем платить Ну слушай Все Соппортер And member features Все книги 60 книг Немного немало Ну то есть На самом деле Если ты хочешь Упороться По чтению Чего-нибудь про веб За девять баксов Ты можешь просто Реально упороться Я думаю Что тебе вообще Жизни не хватит Это все перечитать Сто пудово вообще Здесь сразу есть отзывик О чем говорят Другие наши мемберы Сразу Небольшой Кусочек Лакомый Того Что будет В журнале Причем Заголовок такой Что вы уже пропустили Ааа Чертяки А что делают Да Прям вот да Как мы тратим Деньги Здесь написано Они рассказывают Как Фридман Тратит наши деньги Да О том что они Донатят везде Они донатят Да 1560 На гонорариум Для авторов Хорошо хоть не на гонорариум Choose what you want Короче говоря Прям вот Мембершип Не а что в статье Пишут вообще Статья Фридман нам говорит Блин чуваки У нас это Новиночки На вулечки На вусечки Пока только по адресу Next.smashinmagazine.com Пока для всех Это не выкачано А что он такой Зашикаленный Ну вот Чтобы быстрее Подгружался Ну ладно Это конечно Маленький говорит Для вас сюрпризик Новый Смэшин магазин И говорит Вы посмотрите здесь Во-первых У них на сайте Самое важное 56 котов спряталось Кто первый найдет Всех в 56 Первые 3 Получат бесплатные билеты На их крайнюю конференцию Возможно уже нашли Я не знаю Во-вторых Редизайн Никакой больше Колонок никаких Вот этого всего Мне не нравится Старый мне был Больше Он был более Юзабельный Здесь может быть Кто-то получает UX Хотя я и UX Не получаю Для меня все крупно Я на 13 дюймовом Ноутбуке смотрю Меня все бесит Я вот отдаляюсь сейчас Вот примерно До размера Full HD И сразу более или менее Хотя опять же Меню разъезжается На всю ширину И это фу-фу-фу Не я что-то если честно Вообще ничего не понимаю Что это справа заголовок И тут слева сразу начинается Вот справа заголовок А слева статья Ну а что Ну как бы мы же справа налево читаем Да у нас Не-не Ну это Ну вот это странный эксперимент Я с тобой абсолютно согласен Но вот такие они теперь Ну хорошо Меня радует Table of contents Это я люблю всегда Содержание Ну вот Про редизайн Мы уже сказали Кроме редизайна Технически У них теперь Jam stack Как jam session JavaScript Advanced Me Хорошо Не помню Как расшифровываться Я попробую сейчас Перейти по ссылке И посмотрю Но в общем Суть в том Что это статические Генераторы сайтов Которые прям вот Из шаблончиков Сразу нам возвращают Статические html И все Без вопросов А уже поверх этого Когда Парсинг происходит JavaScript уже накручивает Тут то добавим Тут это И так далее Простым примером Может явиться Например поиск То есть поиск У них по умолчанию Просто input Который показывает Google custom search Но если нормально JavaScript работает Все подгрузилось То там уже будет Автопредложение И так далее То есть очень прогрессивное Веб приложение Базару нет вообще Но это всегда было Ключевой фишкой Почему они задумались Для того чтобы это сделать Потому что у них был WordPress для статей Так У них был Shopify Для магазина Кроме этого У них был Сейчас я найду Где это у него написано Что здесь было Ruby На Ruby Был написан Jobboard Их походу Взбесил просто Ruby Да и все Да 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 И работать И четыре штуки Поддерживать Целых разных Сервисов по сути Сервисов Это стало им уже Тяжело Не в моготу Они переписали Проще было написать Все в одном Сделать Ну и теперь все Супер на джаваскрипте Все Netlify CDN Подгружается И если мы посмотрим То Netlify Они и помогали Им это делать А здесь целая команда На самом деле Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь человек Отдельных И еще команда Netlify Над этим работала Причем работала Восемнадцать месяцев Чтобы ты понимал Ну короче Тут объем работы Босраться какой сделан И все теперь сделано На опенсорсной хреновине Например GoCommerce Для Магазинчика У них JobBoard Это просто статический HTML теперь Все редактирование Контента Идет через специальную CMS Netlify Это гитовая CMS Пишешь статью Пушишь И все везде У всех обновляется Появляется Ничего динамического Все статическое Все в гите лежит И к нему идет доступ Поиск в реальном времени Алголия Это тоже HTML Библиотечка Ой HTML JavaScript Библиотечка Которая автоподсказывает Нам поиск И так далее Везде поддержка HTTP 2 Естественно Все очень Параллельно Подгружается И сервис воркер Для того Чтобы если отвалился Интернет Все все равно Работало Не проверял Пока на самом деле Сервис воркеров Но да Статический генератор Сайта Hyugo И здесь в принципе Есть все ссылки Можете посмотреть Адаптивное изображение Библиотека Клаудинари Для Оплачивания Stripe Ну это известный шлюз Американский Для оплачивания Ну не американский Западный Я не знаю Вдруг он сейчас Мексиканский Какой-нибудь Окажется по бреду И ты такой Хоп и трамп Да Go true Для аутентификации Чтобы логинку свою Не писать Go tell Для комментариев В принципе Open source API От Go Какой-то Я не знаю Написаны ли они На Go Непосредственно Но это все Netlify Апихи Которые То есть они Прямо по полной Им продались И да Сейчас посмотрим На каком языке Не а в натуре На Go написано Ну на Go Так на Go Все для Для своего Джемстека Они написали Короче Очень хипстерские У них теперь Даже уже Не сказать Бэкэнд Техническая составляющая Очень хипстерская Дизайн На мой взгляд Хромает А мы перейдем Между прочим На Next Machine Magazine Прямо на главную Я переходил Потому что Здесь на самом сайте Ну мы сказали Почему Потому что Чтобы не поддерживать Это все Что касается Performance Очевидно Что это работает Еще быстрее Чем у них До этого Работал Вордпресс Я не удивлен Так Визуально Говорит У нас теперь котики И говорит Мы хотим отказаться Полностью от рекламы И будем заниматься Именно прямым Product placement Что все будет В стилистике Smashing Magazine Типа Няняня Кстати Вот хостинг У нас Smart Tape Вот Типа того Your design Саша Smart Tape Вот так Не прямой Не прямой Product placement Возможно Это наоборот Прямой Хрен его знает Не знаю Наверное Не прямой Да Я зашел на Автора Лия Виро Зашел на ее На одну из статей И можно так же С ней поиграться Как с Фридманом Чтобы она такая Вуу Вуу Туда-сюда Да Согласен Я сейчас тоже Присоединюсь Я думаю Стоит Стоит Так вот Сразу На главной После меню У них Don't miss These articles Что это значит Непонятно Ну видимо Топовые статьи Видимо Они вот разные 5 days ago 22 days ago Типа то что вы могли пропустить Да Причем Я так понимаю В порядке Так сказать Важности Потому что Лия Виро Месяц назад была А сразу после Брюс Лоусон 8 дней назад То есть здесь В порядке Так сказать Ну Популярности Это все упорядочено Мне понравилось Количество Статей Около каждого Тега Мне вот тут Анастасия Шевчук Понравилась Например Тоже нормально Неплохой выбор Согласен Вот кодинг 515 Например Статей про кодинг Вот это интересно Да Да Дальше У них как раз Блокируем рекламу Говорит Нас тоже в принципе Мы блокируем Но вы тогда нас поддержите Там говно Купите книжку Там На конференцию Сходите И так далее Между прочим Есть у них здесь Вот контент фул Реклама у меня Я не знаю у тебя какая В листинге постов На третьем месте У меня реклама Да Контент фул Так что как-то не сильно Они пока отказались От рекламы Не до конца Но неважно Лейтест пост Только вот так низко Далеко слишком Как это низко После уже тысячи Всякого говна Лейтест пост Ну что такое А ну почему Зачем мне сначала Топовые статьи Я хочу сразу Листинг получить Допустим А у них раньше Вот этот котик Вообще был Ну что-то было Такое красное Или они заново Придумали Этого вот это Маскота этого Не знаю Мне кажется был Что-то красное Было стопудово Обрати внимание Что у них все Вот эти квадратики Ну С закругленными Закругленными Углами Они везде В том числе Даже вот на кнопке Которая вверх подняться Вот заваленные квадратики Ага Они их любят Заваливать Ну это так Это просто по прикольчику Конечно Но вот да Опять коты Смешинг мембершип Листинг Не терпеть не могу Вот этот вертикальный И все опять же Гигантское Как-то мне мало Уайтспейса Мне душно дышать Здесь на их сайте Тебе мало Уайтспейса? Да Может наоборот Много тебе Уайтспейса? Ну слушай Где-то много А где-то мало Вот эти три поста Они сильно вплотную Друг к другу Я не знаю Как у тебя это выглядит Знаешь что еще Это все напоминает Помнишь мы с тобой Разбирали тему Про то что Какой-нибудь типа Гугловский алфабет Точнее Алфабетовский гугл Они заигрывают Так скажем С нашим детским Они делают Все такое Вот здесь все Какое-то детское Тебе Ты не находишь Ли? Ну я нахожу Но оно не столько детское Сколько оно Обтекаемое Вот в первой нашей статье Про психологию UX и юзабилити На самом деле Там был этот момент Я его почему-то не озвучил Забыл О том что Когда все Рваное Оно отпугивает Потому что оно Слишком взрослое Серьезное Когда все кругленько Обтекаемое Оно типа детское Да Оно не отпугивает Вот они не отпугивают Они вообще не отпугивают Они настолько не отпугивают Что если честно Я чуть не блеванул Уже от их сайта Согласен Дальше у них Hot topic of the moment И все опять гигантское Все прям сильно Нагромождено Меня пугает Это количество Hot topic Как они метрику эту выбирают Что сейчас дизайн у нас Hot topic Я понятия не имею Но вот я переобновил Все равно дизайн Еще один листинг По дизайну Потом опять пошли Popular posts Чем эти popular posts Отличаются от самых верхних Не пропустите Четыре поста Не знаю Дальше featured event Идет Что у нас SmashingCon в Сан-Франциско У них будет происходить Дальше Еще previous posts Что возможно Говорит то же самое Как latest posts Только еще дальше Не знаю И только в самом конце Я дохожу До толстого футера В толстом футере У нас топики То есть Облако тегов Грубо говоря Ну да Ну и Короче Прям вот Обескураживает Я может быть не привык Может быть я Олдскульный пацан просто Наверное да Скорее всего У них даже суперскроллинга Наверх нет Просто по якорю Меня кидают В самый верх Кстати да Ну Есть вопросы К этому дизайну Ко всему этому Но я так понимаю Основное это то Что очень быстро Все открывается То что сервис Воркеры и так далее То есть Технически сделано Все круто Визуально пока Полное говно Но в прошлой версии Сайта Вспомни какой был дизайн Он был такой Ну действительно Из 90 Олдскульный И мне это нравилось Они молодцы Они вот придерживались того Что все должно быть Похоже Одинаково И здорово Нас естественно Хотели наверное спросить Как вот это вот Отказаться от вот Бэкэнда И вот на такой вот Абоминейшн перейти Дорого это Я думаю что это очень дорого Это не для всех Это прям вот Для супер Вот таких Энтерпрайз чуваков Как Смашин Мэгазин Они могут себе позволить Целую команду Под себя нанять Который им все На Го Написал Вот это Нетфли Ну да Да По сути им У них не было Никакой проблемы С серверами Да Раньше То есть по сути Они же не Не то что такие Да ладно Мы откажемся от серваков Но зато У нас Короче Ну мы заплатим деньги Чувакам Которые на Го Все напишут Да Они до этого Чуть не на Медиатемпли Хвостились Да просто потому что У них и контент У них же нету Какой-то там Супер дейты Биг дейты Ничего не надо хранить Вот эти посты Они хранятся Элементарно на смарт-тейпе Вот Понятно что Фридман Хотел все быстро А чтобы за секунду летел Он хотел прям еще быстрее Быстрее Еще быстрее Еще быстрее Наверняка да Поэтому вот так Вот так у него получилось Пишите что вы думаете По этому поводу Может быть мы как-то Усколоба на это смотрим А надо широко лоба Как вот дизайн Как сам Фридман Ладно идем к Ноучпопу господа Ноучпоп Первая тема Ашамиль7458 Прокомментировал Как нейронная сеть По имени Зинейда Фоллс Написал для РБК Стихи о будущем Здесь с rbk.ru Ну такая Как бы Как вам объяснить Статья не статья Но Я бы сказал Это интересная страничка У ребят с Яндекса Вот прям интересная Здесь сразу же Под заголовки Вот в этой аннотации Так скажем К статье Перечисляется Несколько Систем Португальские ученые Научились замерять Уровень сарказма В соцсетях Специалисты Гугл Выработали подобие Интуиции У механических систем Майкрософт Превращает Голос В письменную речь А сотрудники Яндекса Создали робота Зинаиду Который Пишет стихи Нейросеть Зовут Зинаида Фоллс И по просьбе Журнала РБК Она написала Несколько стихов По мотивам Известных поэтов Здесь Как обычно Яндекс Мы знаем Что они там Делают свои вещи Делают Свои разработки Вот это Зинаиды Они вообще любят Называть все Русскими именами Такими исконно русскими Я надеюсь Что Зинаида Это исконно русское имя Хотя хрен его знает Имеется ввиду Что Они вот Называют своего помощника Как-то там Ну не Ивангай А как Скажи мне Я тебе скажу Какой Иннокентий Практически Платон Щукин Платон Щукин Да Извините Вот А здесь Зинаиды И вот эта штука Уже была научена То есть вот эта нейронная сеть Уже была научена Писать некие стишки Точнее даже Не столько стишки Сколько они начали По прикольчику Сочинять Песни Типа в стиле Гражданской обороны Нейронной обороны Они назвали Сделали целый альбом Нихрена Песен Прям сразу заявка На победу Это уже Да Видимо Авторам Алексею Тихонову Нравится собственно Гражданская оборона Поэтому он научил Он скорее всего Если бы ему не нравилось Он бы и не стал Правильно Он бы сделал какой-нибудь Новый Альбом Макса Коржа А здесь нет Здесь Егора Крида Хотя бы Да Здесь нейронная оборона И дальше По прикольчику Сами РБК Они что-то еще могут Там влиять Они попросили А это Пацаны Давайте мы вас Типа пропиарим Напишем про вас статью Но давайте Только чтобы Ваша Зинаида Написала что-нибудь Про нейронные сети Сама Стих Им Пацаны ответили Ну знаете Не Ну что прям Про нейронные сети Что прям Вот все с нуля Написать Это конечно нет Это будет Несколько лет Практически Занимает такая задача Она будет Обсчитывать Думать Не Давайте мы по старинке Вы зададите Несколько слов Она проанализирует Она прочитает Кучу книг Она читает Там Тонны книг Сразу За секунду Вот Научившись Вот этому всему Посмотрит С чем вообще Вот эти слова Соответствуют Друг с другом Составит Такой некий Вот у меня папа Любит пользоваться Такая книжечка С рифмами Как у Мэтт Дога В GTA San Andreas Вот реально Книжечка с рифмами У Мэтт Дога Там конечно же Типа Fuck Duck Suck my dick Вот такие А там В обычной книжечке Рифм там просто рифмы На каждое слово Ну на каждое Там не так Там на окончание Вот он берет Ать И все что на ать И вот Вот легко Сочиняется Любое дерьмо На самом деле Ну и Это должно быть Все равно Талантливо Не кеды Полукеды наши любимые А все таки Что-то какое-то такое Более крутое Да и вот эта нейронная сеть На что более крутое Что-то получить Она все таки Анализирует Много всяких Авторов Российских Те кто писали На русском По крайней мере Вот и у нее Получилось Собственно Несколько стихотворений Можно зачитать Допустим Первое Да Это прям Видно что Маяковский Видно что Маяковский В стиле Маяковского Да Это называется стихотворение Это Всего-навсего Что-то В будущем И мощь У того человека Есть на свете Все или нет Это кровья Вокруг По рукам Жреет Слава У земли С треском В клюве А я вам напоминаю Я просто забыл сказать Что задачу для Зинаиды Немного упростили Да И нейросети Нужно Да Вот этой нейросети Нужно было написать текст Со словами Будущее Будет И время Вот И собственно Если Да В будущем Есть Вот видишь Она изменяет Она может изменять Время Было Нет Ну-ка Время В первом стихе Стихи Нету Что-то Времени Будет Ну-ка Будет Было Будет Есть Будущее В будущем Ну ладно Окей Давай еще Еще одни ничь Днем Допустим Следующий Так будет завтра Длиться Что делать Длиться Так будет завтра Длиться В темном сумраке Сада Там где Пляшет колесница От радости Бога Награда Уже Так Мы поняли Что время От руки Не осилить Не выйду Не встану Не любя Ни разу Ни строки Кто Кого Из нас Не выйдет Замуж Отлично Встану Замуж Кто Живы Те дни И те ночи Да слабые Мысли И вздохи О них Мой город Прекрасен И скучен Покуда Был Первый Жених Ну ладно День на город Он длинный Я не буду Его читать Давай допустим Последний Еще зачитаем Я искал свой интерес Сочинила Зинаида Давайте послушаем Я искал свой интерес Уже в мужском виде В принципе Да Я искал свой интерес Повезут их в ресторан И храпит последний кран На работу Или в лес Эта ночь была В бутле Эта ночь была В бутылке На скамейке У крыльца Как у самого конца Я люблю твои прогулки Что же ты меня привезла Глядишь на коса горе О своей судьбе О своей судьбе О горе Словно выстрелы Из слез Я не умею говорить Сколько в будущем Там над желтым кладбищем Может быть Вот судя по словам Кладбища Все еще Гражданская оборона Видимо Есть Присутствует В этих стихах 100% Гражданская оборона Да В общем 100% Это если бы Ее прогнать Через Этот Как его Антиплагиат Да Он сразу покажет Позаимствованно У Егора Летова Короче говоря Вот такая тема Я не знаю даже Как прокомментировать Учится Учится нейросеть Видно что есть некие Есть куда Стремиться Так скажем Идем дальше Мой господин Вообще страшно Я прям по славе Абрамова Буду бояться Нейросетей Роботов Согласен Мой господин Еще одна Новость от него История о том Как автомобиль Тесла А точнее автопилот Он что-то автомобилич Мой господин Походу Предвидел Мать его аварию Машина Экстрасенсы Ёпт Т1000 На подходе Пацаны И здесь С Электрек Точка Ко Такая новость Серьезная Серьезная новость Что Пацаны из Тесла Они понимаешь Постоянно Постоянно Совершенствуют Свою систему Которая Предотвращает аварии Та самая Которая может Угадывать Что происходит На дороге И сигнализировать Вам за несколько Секунд до этого Прям вот хочется Троллить Такие системы Прям вот реально Делать так Чтобы они Не могли там Предсказать Просто поворачивать Специально в столб Ну вот Да Ну вот Тем не менее Ну и чё ты не повернул Ну и чё ты не предвидел Не работает ничего Короче говоря Они постоянно Вот релиз новой версии 8.0 Это как бы в сентябре Я так понимаю Он случился Достаточно давно Как я понимаю Короче говоря Была вот ситуация Недавно произошла Которая Наглядно показывает нам Что система таки работает И она сообщает Действительно человеку То что он не может заметить Я вам сразу предлагаю Просто включить В твите видео Просто посмотри Там твит Который от Ханса Нурдсиж Вот Включи в нём видосик Так И это будет первый Вот несколько секунд Первый самый видосик Врубил Да-да-да Три секунды уже прошло И собственно Вот там Будет сигнал Оп На самом деле Ну вы не слышите Опять же Не слышите А там ему был сигнал За несколько секунд До этого Это непонятно Что что-то случится Но Машина Она проанализировала То что Следующая машина Впилится в ещё Следующую машину Так И просигнализировала Водителю Как бы такое В принципе Предугадать Хрен предугадаешь Но Вот Можно не верить А можно и поверить То есть наверняка Она часто Просто тебе врет И часто сигнализирует Ну Так скажем Слишком осторожничает Возможно Но вот в этом случае Система действительно Показала то Что Она может Хоть что-то На что-то способна Может определять Аварию Заранее И вот Как-то так Я не знаю даже Что ещё здесь сказать Тесла Пацаны работают Я до сих Ну как Тормоза там от этого Шли титановые Какие-то стали Или чё Как вкопанная Она всё равно не встанет Как в GTA На маркер наехал Сразу бум Приклеилась Не Она-то не встанет Имеется в виду Ты за несколько секунд Сможешь затормозить Тебе ничего от этого Не надо по сути Ну Ну Реакция всё равно нужна Реакция опоры Короче Следующая новость Я не знаю Насколько ты сейчас В адеквате со мной Обсуждать её Готов Ну давай готов Общество потребления Умерло Но у него всё отлично А вы люди Новой эпохи Disgustingman.com Нам пишут Вы женщина У вас На В кусах капуста А белила густо Ну давай Короче говоря Статья о том Что Вот раньше Было общество потребления Я считаю до сих пор Но Ты считаешь до сих пор И многие считают Что до сих пор Но тем не менее Автор статьи Изучивший несколько Вот работ Здесь в конце кстати есть видос Что он там изучал Короче он предполагает Что вообще Вся эта тема уже давно Загнулась И уже мы давно Не общество потребления А что-то уже выросшее Из вот этой кучи Которая На Саратах Лучше чтобы из этой кучи Ничего не росло Вот ростки Из вот этого Буржуазно Вот это вот просто Чего-то это было Просто вот Фу Вот из этого фу Вот выросли какие-то ростки Ещё более худшие Возможно Возможно лучше Мы не знаем И вот из этой вот Общество потребления Оно общество впечатлений Порождает Ну хорошая формулировка Да Общество UX Мы уже хотим получать эмоции От того С тем взаимодействием Не просто выполнить Какую-то функцию Да И это возможно Шаг вбок Вот так скажем То есть Многие люди говорили А что вот Что будет какая-то же катастрофа Общество потребления Оно закончится Что будет На самом деле Это ещё с 60-х Идёт заканчивание Общества потребления Как только Все поняли Что То есть Ты понимаешь Что это началось Ещё там С 18-го века Люди ходили там Ездить на Сначала на машинах Ездить сначала на конях Хотя бы на паровозах Да На паровозах В общем Хотели ходить В больших котелках Там В хороших В хорошем фраке И так далее Все могли гордиться Там Тем На что они заработали И так это продолжалось Вот в 60-х Уже начались Когда вот Началось Панк-рок Когда началось Всё Типа Мы против Нонконформизм Мы против Общества потребления Короче Вот уже тогда Оно начало умирать Потихонечку Но На смену ему Пришло общество впечатлений И Оно на самом деле Не такое уж и хорошее Как вот кажется Потому что Общество впечатлений Оно может похвастаться При помощи тех самых технологий Конечно Это всё из-за технологий Началось наверняка С телефона какого-нибудь А заканчивается С ВЧС Всё опять же Началось Ну кстати Да А заканчивается Вот нашим Вот этим Суперинтернетом Нашими Суперскоростями Именно нашим Так Да То есть Окей Раньше Ты мог Повыёживаться Новым фраком Новым Новым Автомобилем Да Новой квартирой Возможно Новым домом А сейчас Ты можешь Продемонстрировать Всем В своей ленте Как ты съездил В Египет Например Раньше Ты когда-то ездил Это не так ценилось Понимаешь Вот эти впечатления Ты не мог их никак передать Ты мог просто рассказать об этом Но это было не так круто По сравнению с тем Как ты купил новый автомобиль Вот А теперь Ты можешь в прямом эфире Поделиться Со всеми своими друзьями Которые Так же Как ты Общество впечатлений Увидит Что ты Ни хрена себе Ты съездил в Египет Ты съездил в Турцию Ты съездил Там В Европу Да И впечатлиться от этого И получит твои впечатления И поймешь Что ни хрена себе Чувак-то не скучно живет А у нас сейчас Очень стрёмно жить скучно На самом деле Это прям Да Это фу-фу-фу Стримак Стримак Не дай бог Все бы не стримили Все бы думали Что мы скучно живем Да И здесь так и написано Что вот Мама я летсплеер Вот Все люди пытаются Выделиться И пытаются Передать свои впечатления Эмоции какие-то Чтобы другие люди Поняли Что они не скучные Абсолютно Что они как-то выделяются Что они не серая масса Вот Вот такая вот На самом деле Статья Я это просто Сказал за несколько секунд Мне нравится Как чувак Подводит итог Типа Вот я поделился С вами Своими впечатлениями А теперь Идите Расскажите Об этом Об этой статье Другим людям Пусть Они поймут Что вы умный Поделились своими впечатлениями И что-то еще Из себя представляете Здесь просто гифка Она Той же бабы А видимо это баба Которая у Нерона Инсомниуса На аватарке Да-да-да Да-да-да Я вижу Ну вот такое Общество у нас Впечатлений Я не знаю даже Как это Как прокомментируют Наши Слушатели Это опять же Меня это пугает Но Наверное это реалии Так сказать Наверное это Ну закономерно Да Из-за того что Технологии Поперли Так бы если Понимаешь Мы бы так и остались На конях ездить То Продолжалось бы Общество потребления По сути Все бы все равно Покупали там Дерьмо Ты не мог бы так Легко там затвитить То что ты Купил нового раба Ценилось бы Все это больше На мой взгляд Угу Хотя Хрен его знает Наверное бабы Когда что-то в инстаграм Выкладывают Какие-то покупки свои Они прям Их сильно Для них Ценность покупок Она появляется Только в количестве лайков Впечатлений Да по сути То есть Это как в капитализме Нам говорят что Вещь появляется Она Не когда ее произвели А когда ее продали Только тогда Вещь появилась Не как в плановой экономике Когда сделали Уже все готово Потому что Она все заступит на склад И будет введено В эксплуатацию А в капитализме Пока не купили Его будут списывать Туды-сюды И так оно и не появится Так сказать Ну вот И вот здесь тоже теперь Вещь Или там Какой-то Награда Будет получена Или вещь будет получена Только тогда Когда тебе за нее Скажут Вау Вау Супер Найс Мы с тобой обсуждали В прошлом По-моему Выпуске Яркий представитель Этого Тот самый сервис Где Чувак Предоставляет вам Букет цветов Чтобы вы быстренько В инсту сфоткали Это прям вот Общество впечатлений Максимально Максимально Я как Так сказать Скептический Как нонконформизм Мы-то с тобой В берцах сидим Сейчас в данный момент Мы на костре Пойдем шашлык жарить Во дворе У нас Да У нас ирокезы Растут Ладно Следующие новости Мой господин прокомментировал Последнее заключительное В научпопе Поздравим ребят С удачной миссией Красавы SpaceX Новая 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 новость Заметочка На блоге SpaceX Что они 16 марта На Falcon 9 Саксэсфули Наконец-то Легко И удачно Доставили Echo Star 23 Простите Echo Star 23 Доставили До Вот этой вот орбиты Геостанциональной орбиты Спокойно Легко На профессиональной Вот этой ракете Без каких-либо проблем Теперь Спутник Доставлен Echo Star И он там Будет делать вещи Здесь есть Несколько фотографий Для тех Кто впечатляется Особо впечатлительный Может посмотреть И ахнуть Для тех Кто хочет Получить впечатлений Из нашего общества Впечатлений Да Вот Вот Здесь есть И как стартует Falcon 9 И как Летит И как Движки у него там Зажигаются И как В общем он там В общем Вот все есть Можно во-первых Порадоваться SpaceX Все-таки Какие-то успехи Ты между Порадоваться За то Что они Не разорвали Отношения С Трампом И поддерживают И бабки Я за это Не слежу Не готовьте Нет Я имею ввиду Что помнишь Мы обсуждали Что Трамп за старых Или они За Обамыча Да Что сам Илон Маск Он переобулся Как только Трамп зашел Он начал Подмасливать И в твиттер И везде писать Что да не Да нормасикся Вот Все правильно сделал Я как бы На месте Трампа Сделал ровно так же Не Трампа Маска Простите На месте Трампа Тоже Я бы все сделал так же Может быть даже еще больше На его-то месте Да тем более Идем сразу В тему слушателей Пройдемся Быстренько по ним Здесь есть много Всякого Просто зачитать Вот например Аукин Акуницкий Например Да Акуницкий Прокомментировал Нужен ли нам Элемент H Вместо H1 H6 Ну да Там есть Есть большая Вот эта вот Статья про Заголовок Про единый элемент Заголовок Она пока не попала В подкаст Возможно все-таки Через неделю Я ее положу Ее предложили Несколько раз И сам я ее видел С десяток раз Но Тема это здесь Не ради темки А ради того Чтобы ответить По скрипту Саня на Саундклауд Уже выкладывал Подкаст Но только один выпуск И то давно Не планируете Снова начать там Выкладывать Было бы удобно Вот когда у нас Будет такой же штат Как у Фридмана Будем везде выкладывать А пока Вам было бы удобно А нам было бы Неудобно сильно Поэтому Понимаешь У нас на ютубе Ты перестали смотреть подкасты То есть все-таки Будем мы Это вот это вот Не я к тому что А ты имеешь в виду Ты не хотел эту тему трогать Вообще Я прям хотел Чтобы все это осталось На совести Наших уважаемых Давай И давай И я даже ничего больше Не буду говорить Идем дальше А Никита не пошел Она у меня называется В слэке Олег Евгеньевич пишет Привет суровый веб Хотелось бы разобрать Вот такой вопрос Сейчас учусь в магистратуре И параллельно работаю PHP программистом В одной веб-конторе Каждый день задаюсь вопросом Нужна ли мне магистратура Как IT-специалисту В принципе Так как приходится Тратить время На выполнение Бесполезных На мой взгляд Заданий И пустых лекций Да еще и диссертацию Скоро начинаю Писать надо Кого из IT-ориентированных Людей не спрашивал Все как один говорят Что магистратура Бесполезна Очень хочу узнать от вас Как диплом магистра Может пригодиться Веб-IT-шнику И почему Саша вдруг Пошел в магистратуру А Никита не пошел Играет ли роль В IT-сфере стереотип Что бакалавр Это недоучка На самом деле Мы с тобой Вряд ли можем ответить На вопрос По поводу бакалавров Потому что мы все еще Специалисты Те самые Ими и останемся В душе По крайней мере Навсегда Да То есть специалист Это человек Который учился 5 лет Вот А бакалавр Человек Который учился 4 года Потом он закончил Еще там 2-3 года 2 по-моему года То есть учился На 1 год Больше специалиста По сути И получил магистр Нам здесь некий 29 фэб Прокомментировал Привет У меня небольшая контора И я нанимал IT-специалистов Выскажу свое мнение Диплом Это все лишь плюс И значительных профитов Не дает Гораздо важнее Твои hard and soft skills А конечно Если ты планируешь Идти в тимлиды Или ПМ Project Manager Я так понимаю То диплом будет Отыгрывать более весомую роль Ну не знаю Я насчет тимлидов И ПМ тоже сомневаюсь Что вообще диплом Вообще я сомневаюсь Что диплом Какую-то роль отыгрывает Именно в IT Вообще Именно в частной IT Стопудово никак Просто я тебе так скажу Например Когда меня принимали В поликлинику У меня же в дипломе Написано инженер Меня принимали на должность Инженер-программист Вопросов не возникало А когда мою коллегу Из отдела Веру принимали У нее там в дипломе Не инженер написано А просто какой-то там Практически специалист У нее возникали вопросы И ей прям спросили А с хренов ли она Поступает на должность Инженер-электронщик Если у нее нет инженера В дипломе Ну как бы этот вопрос Замяли все равно Ну слушай Да ладно Я соглашусь Только вот в том самом IT Которое мы называем IT Где все-таки смузи пьют Да Где частный IT Там просто тебе дали тестовое Ты его замечательно сделал И поступил на работу Все окрестно Да и там тебе Дальше на тебя будут смотреть Понимаешь Это не так Что ты поступил на работу И дальше ты уже у Христа за пазух И надо будет все-таки Как-то работать Не будешь говно жрать Да Я не пошел в магистратуру Потому что я пошел в аспирантуру Да Никита по Филу Шиллеру Пошел дальше Как бы вы могли думать Поэтому да Тут я даже не знаю Можно ли сказать Что магистратура Не Я бы на самом деле Если бы я учился Вот на бакалавра Тьфу-тьфу-тьфу Конечно Да Но вот Я бы пошел дальше В магистратуру Потому что 4 года Это мне кажется Мало побалдеть Вот Надо еще взять магистратуру Да Чуваки Вы просто не представляете Насколько это круто Вообще беззаботно Ходить учиться Что-то как-то это Не видишь Чувак уже работает У него уже есть забота Вот я тоже работаю И тоже хожу в магистратуру Но все равно Определенный кайфец Та ловишь Согласен В альмаматор своей находишься Кайфец есть Кайфец есть Это еще с учетом Что у нас стоило По два высших Это страшно Кромя вот этих Магистратур и аспирантур Поэтому Нужна ли тебе магистратура Если ты задаешься Этим вопросом Может быть даже и не нужна Потому что я вот Не задаюсь вопросом Меня пригласили Я пошел Ходишь и ходишь И вообще нормально И даже Учусь на пятерке И получаю прям удовольствие Больше скажу Саня он еще переносит На субботу свою работу Чтобы пойти в универ Ради этого Во вторник Вот сегодня например В смысле Саня Гончаров Ты в смысле да А то вдруг Ты не мне больше тогда скажи А подписчикам Да Но я только Я вот сегодня Отпросился с работы Чтобы успеть на все пары И в субботу У меня опять пары Но после этих пар Я еще пойду И доработаю работу свою При том что там При том что там Половина пар Это английский Который Саня и так знает Но надо Потому что Хайдея Хайдея полная Да Вот Вот он Вот Того стоит Вот это вот ощущение Когда ты приходишь в институт И ты Вот просто сидишь на парах Отдыхаешь душой И ты Беззаботность полную Погружаешь Согласен Это нужно иногда Хотя конечно Мне опять же По английскому Она сказала Что это в прошлом году Ты легко оделся За что-то Тут экзамен Обосраться Прям вот Человек в Америку ездил Помогите побороть Джон Таркер Нам прокомментировал Привет У меня не тема А скорее вопрос Расскажите про отображение цветов В браузере У меня в хроме цвета Кошмарище Бледные Напоминают перевод РГБ Изображение в смуг В остальных браузерах Все хорошо Буду весьма признателен Если подскажете Как побороть Это недоразумение Вот у меня нет Явных ответов Но я Почему этот вопрос Выделил Во-первых Ну надо его озвучить Вдруг Джону Таркеру Кто-то поможет И в комментариях Если кто-то знает Напишите Если кто-то смотрит Этот подкаст Не хотим трогать Эту тему Не-не-не-не будем Так вот Но я еще считаю Нужным Попросить Джона Таркера Впредь И не только его А всех людей Вы когда хотите Траблшутнуть Подобные вещи Вы скрины Хоть прикладываете А у нас можно Вообще скрины прикладывать Нет Но можно оставлять Ссылки на На имбур Хоть на него Хоть на прнцкрком Согласен И хотя бы Чтобы видеть А то вдруг Вы сделаете скрины А на скринах Одинаковые И тогда уже Это вопрос К вашему видеоадаптеру Да Тогда поржем Поэтому Ну это так Просто к вопросу о том Как траблшутить Верно Согласен Согласен Ждем Ждем о тебя Джон Если ты не напишешь Значит ты не слушал Ни хрена Я вот буду теперь всех проверять Парни расскажите Следующее у меня Максим пишет Парни скажите Как вы начинали свой путь В веб Если рассказывали То скажите В каком подкасте Просто очень интересно Опять же Уважаемые подписчики Ответь Максиму кто-нибудь Если никто не ответит Значит никто не смотрел По-моему в 98 мы это рассказывали Неоднократно уже И я даже вот сейчас Не смогу уже С тем же запалом Это рассказать Но на самом деле На самом деле Мы с Никитой Я поделюсь планами Хотя я не буду Делиться планами Что мы хотели снять Потому что если я поделюсь Не сбудутся Давай да Давай не будем Опять все ничего Не будем говорить Просто вот так вот Я быстро скажу У нас Я быстро скажу о планах Нет в веб Мы с тобой начали Мы сделали сайт Для юридической компании Вот самое первое Что у нас было А курсач не было До этого Слушай давай не будем Брать вот учебу Просто вот За что бабки получили Этот курсач Галина Борисовна Недавно вспомнила Что типа вот пацаны Пытались сделать расписание А там досвидос Надо алгоритм было писать И мы все решили Не то что мы там Продрочили И не сделали Нехрена А типа все мы решили Вместе с руководителем Что это прям вот Невозможно практически Прикольно Но что ты хотел сказать Я то сказал что Вот за то что мы Бабки именно получили Это был сайт Юридической компании Который там уже Закрылся через год По-моему Ну они по-моему Так ни разу Доменты не продлевали Они домен не продлевали Купили на один год Мы запилили хрень Статическую на html Это все было шаблоны Ну и просто вот как бы Это практически было Ну знаешь Как Не столько профессионально Сколько вот просто Что-нибудь сделать Своими руками Это просто по приколу Как сбить Втроем на одном диване Сидели HTML по очереди Редактировали Потом лежали Это было реально прикольно Да И причем Что самое главное Пнул нас сделать этот сайт Тот же человеку Который сейчас в поликлинике Работает То есть все еще пинает Закольцевалось Роман прокомментировал Привет суровым челябинским Технарям из Москвы Здорово А может быть не технарям А гуманитарям Тут еще вопрос Тут вопрос Говорят в конце февраля Был юбилей мема Про не то сине-черное Не то бело-золотое платье А тут новая картинка Которая играет с нашим мозгом Злую шутку Надеюсь не Баян А то статья-то От 27 февраля Быстро расскажу Не Баян Прочитал тему Прикольная тема Очень классно Здесь короче Новая тема Господа Господа Вот вы видите да На картиночке Че вы видите Вот че ты видишь Сань Просто не читай заголовок Да я вижу клубничку Она лежит на капкейке Или на каком-то Просто бисквитном На бисквитной подложке Возможно со взбитыми склифками Возможно со сметанкой Я бы прям сожрал От души таких корзиночек Штуки 3 сейчас Вот А это Ни хрена не клубничка Да ну нахрен Это короче Точнее нет Это клубничка Но она нам как бы Кажется Не совсем такого цвета Ну короче да Очевидно что кажется Она красной Но ни одного красного пикселя На картинке нет Да Мы Сами додумываем Это дерьмо Я объясню как Короче это называется Как-то типа Устойчивый цвет Как-то так Вот это Именно называется Constancy color Как-то так Короче говоря устойчивый цвет Типа того Вот этот эффект Называется Так же как и с тем Вот с тем самым Платьем Суть Именно вот Вот в этом наложении Голубого Которая поверх Вот этой Клубнички есть При сочетании Этих цветов То есть Сама она серая Но у нас Мы из-за того Что у нас есть Супер память Башкой Мы короче Помним Как что выглядит То есть Я сейчас не хочу Не то что это не шутка А люди Допустим Слепые люди Они не знают Как это выглядит Они не знают Что такое красный цвет Ну с рождения Слепые люди Я имею ввиду И поэтому Им допустим Если сразу показать Вот допустим Они прозреют Каким-то образом Магически Показать им это Они не поймут Какого цвета Они подумают серого Они не знают Как выглядит Я сейчас шурюсь Чтобы не видеть Что это клубника Я вижу Серые кругляшки Попробуй Да-да-да Вот в этом и прикол И у нас есть Некий вот устойчивый цвет Который у нас в голове И мы Так скажем Им Вот этой башкой Мы пересчитываем Пиксели И они у нас Сами вычитаются И получается Красная клубничка То же самое Было и с платьями Там просто Под разным углом Мы как бы Для себя Кто-то думает Что это синее платье Кто-то золотое Под разным Там под разным Там именно так вот Круто сфоткано Под тупым точнее Так тупо сфоткано Я бы сказал Под тупым светом Что у нас башка Вот она думает Что хочет Что хочет Вычитает Да уж Здесь еще Некий Карсон Мел На твиттере Выделил Самые красные В кавычках Из пикселей Цветов И там все Зеленый Серый Там хорошо Вообще Но еще раз говорю Просто Защуритесь Прищуритесь И просто У вас будет Груда Зеленых камней И все И не более Следующая новость А это новость Это следующий Комментарий От Валерия Бурова Здорово Молодцы растете Про вас уже На лофтблок Говорят И обратную связь Дают Ну тут вы По-любому Ответочку должны Кинуть Чпок Чпок Это ссылка На Собственно На видео Где про нас Говорят Лофтблок Давай я Паралям Не паралям А просто Прочитаю Что еще Здесь пишут Ничелентано Пишет На Никиту Наехали Шок Сенсация Практически Это уже Я от себя Валера Бурый Продолжает Да Ага Ну и Картавый В кавычках Пусть ответит Там что-нибудь И мой Господин Еще Здесь Наезжать На Картавость Это уже Зашквар Ну смотри Мне во-первых Понравилось Давай начнем С конца Давай Кроме того Что да Вы можете посмотреть Те кто не видел Можете посмотреть Про нас действительно Сказали Великий Лофтблок Это охренеть Сами Сами Обосраться Просто Они сказали И Вот Я очень рад Поддержке То что люди Много писали В комментариях Там просто говорили Нам кидали Видос Или вот про вас Говорят Да Нам в среднем Человек 15 Сообщил А вот этом В разных каналах Кто-то в ВК В личку писал Кто-то в ВК В личную личку писал Не в личку паблика Прям мне Кто-то в чатике писал Кто-то в личку в Телеграме писал Всякое было Да И многие говорили Что Многим не понравилось Как нас Лофтблок Собственно Отозвался Потому что там Были такие строки Типа Мы сырем в уши Практически Ну Это дословная цитата Сырем в уши Вот реально Многим не понравилось Мы с тобой Отреагировали Абсолютно нормально Я просто Понимаешь Я не стесняюсь того Что мы сырем в уши Нашим подписчикам Я не стесняюсь того Что мы Как они сказали Свои пацаны И что мы по-небратски Еще все Да Я искренне считаю Что они сказали По существу Я еще искренне считаю Что они нам Выделили внимание И это круто И нам еще кстати Там подписчиков 100 пришло С их хрени Да 100-110 Вот так Я даже если бы Они сказали Что мы просто Жрем говно Друг друга Меня бы это Тоже устроило Просто потому что Понимаешь Здесь как пиар Он плохой не бывает Так же как опыт Плохой не бывает По жизни А в конце концов Мы и ориентировались На ту аудиторию Которая у нас есть На нашу фанбейс Так сказать И не хотим мы быть Супер популярными Вот у обычных чуваков Которые смотрят Какие-то гайды В интернете И ничего не делают Поэтому У нас свой путь И мы на самом деле Уже ответили на это все На стриме В прошлую пятницу Но кто-то из вас Наверняка не смотрел Стримы Как и этот подкаст Не будем тему затрагивать Поэтому На youtube.com Слышу vdgames Можете там еще Посмотреть Что мы ответили Там без цензуры С матами С говном С дерьмом А здесь Здесь мы еще прилично В общем Мы-то сами Вообще говорим Пацанам из LoftBlock Спасибо Ну там Говорят Что картавый Пусть еще ответит А я абсолютно Не обижаюсь На то что я картавый Просто все Лысый ты попал Переходим Давай Следующая Тема Иногда Переслушиваю Говорят У меня написано здесь Вафа Обзи Прокомментировал Мужики Я жду ваши подкасты Как новую серию Какого-то популярного сериала Обычно Слушаю их Когда еду на работу Иногда даже Переслушиваю Когда становится скучно Смеюсь вместе с вами И ваши голоса Стали такими родными Будут реально уже знакомые люди Спасибо вам За ваше творчество Очень круто Что есть в России Такие проекты Слушай Ну после этого Мне кажется Все меркнет Как Меркель Меркель не успел Не успел Да Вот К концу дня Реакция не та Я согласен Вот спасибо Вафа Вафа Такие комментарии Они позволяют Вообще Дальше Они позволяют Не обращать внимания На то что смотрят Никто не смотрит подкаст Да Не будем тему затрагивать Не будем затрагивать тему Но Хочется верить Что вот те кто смотрят Они смотрят Прям вот Глубоко С душой И даже хотя бы Когда едут на работу Отлично Отлично Спасибо большое Спасибо за отзывы Мы ценим Дальше Бобик 1337 Элитный Бобик Лид Вообще Шошик Я тоже Шошик Лид Шошик Лид Прокомментирую Говорит это Привет ребятишки Спасибо большое за подкаст Всегда поднимайте настроение А иногда даже помогаете уснуть Это в обратном Я так понимаю Мы здесь Мы разбираем тему Мы разбираем его Что Чувак хочет Пользуясь случаем Хочу попросить кое о чем Конечно же Смотрю ваш подкаст На ютубе Но чаще слушаю в телефоне Юзер приложение Которое тягает РСС фиды Очень не хватает Таймкодов И ссылок в описании К выпуску Можно ли их добавить Спасибо заранее По скриптам А куда у вас делся Фоновый нейрофанк Бобик Напиши Или мне в личку В телеграме Или мне в личку ВК Или в личку Короче Напиши нам куда-нибудь Может даже на worksobakuwebdesign.ru Как должен выглядеть Формат Этих Таймкодов Именно Для твоей РСС читалки Потому что Максимум Что я могу Сделать Это скопировать С ютуба Если надо делать Что-то дополнительное Скорее всего Этого не будет Скорее всего Надо просто скопировать Ты вспомни Как это в iTunes Выглядит Это просто будет текстом Так вот именно Но видимо Где-то Это будет активное дерьмо Да Тогда давай Потому что про таймкод У нас реально просил Не один же человек Слушаем Бобика Worksobakuwebdesign.ru И вообще Я ко всем обращаюсь Worksobakuwebdesign.ru По всем вопросам Господа Пишите Или на eubdesign.ru Слышишь Контакт форму заполняете Она туда же ведет Ну вот да Вопрос о том Куда делся фоновый нейрофан Как канул в лету Вместе с летовым Потому что У нас теперь Чистейшие наши Голоса В уши вам звенят Да Я считаю Я считаю Что это Достаточно Хорошая замена Фоновому нейрофан Дальше Прокомментировал Чиротендер Фро Фо Форотендер Прокомментировал Мы все понимаем Что это просто Фро Простите Фронтендер Привет Астронавты В общем Такая забавная Статика про Эксель-арт И Чуваки Чувак делает Прикольные иллюстрации Мокапы Типографские штуки Догадайтесь в чем В том числе и в 3D Я напоминаю Нет Не в Adobe Software А в MSXL Едите его В который раз убеждают Что дело не в инструментах Отмазках А конечностях Растущих из нужных мест И сером веществе И там короче статья Просто на секунду Зайдите на нее Чувак пишет о том Что ему Ну как-то приспичило Просто расширить сознание И Попробовать сделать Что-то Не в Редакторе Таком как Например 3D Max Например Или в каком-нибудь Иллюстраторе Да А просто сделать это В Excel И он Такой Ха А там же в Excel Есть прикольные фигурки Те самые фигурки Прикольные базаруни Это свидос Если честно Прикольные фигурки Их Самое главное Знаешь что можно потом Их можно экспортнуть И открыть С помощью Фотошоп Серьезно Даже не столько Ё-моё Я сейчас даже Зачитаю Как это написано Их можно экспортнуть Но прям Чуть ли не Не в PSD Это я просто Охренел Короче Он-то нарисует Классическими Вот этими фигурами Квадратами Кружками Здесь пару роликов Я могу вам даже Что-нибудь включить Но вы лучше потом Сами включите На YouTube Ускоренное дерьмо Он снимает О том как он Фотоаппарат Например Делает с помощью Этих фигур Ну до свидос Чё говорить Прям Реально до свидос Чё говорить Это вот К моему Любимому О том Что Если ты Чё-то хочешь Делать Ты несмотря ни на что И хоть где Это сделаешь И тебе не надо будет Чтоб тебе за это Заплатили Или как-то что-то Ты это сделаешь Потому что ты удовольствие От процесса получишь И по-другому Ты просто не можешь Важно отметить Что полученное В Excel Изображение Можно легко перевести В вектор И растр Для последующего Использования В иллюстратор Или Photoshop Да Ну я не уверен Что ты начнёшь Конечно так Яро его редактировать Сразу в иллюстраторе И в Photoshop После того Что-то наворотил В Excel Но Вот так вот Кстати Свой стиль Такой получается Хипстерский Может быть Это у чувака Свой стиль какой-то Типа он Он это назвал Excel Art Но Автор его Выглядит Своеобразно прикольно Я так Согласен Алексей Шелковников Снимаю Колпак Прям крутой А фронтендеру Практически сказать Что Не нужно этого Я думаю Почему Ты имеешь Что все будут такие А он не умеет Там Ну это же не о проекте Это уже о нас Ну то есть Как бы Можно Я ничего не говорю Но надо прям Продумать этот вопрос Ну Это можно Знаешь Это можно Как Типа просто Понт Заслуженный Артист России Заслуженный Работаю В IT 5 лет 7 лет Ну это скучно Кому вот это надо То есть Надо как-то К этому Очень интересно Подойти И я Прям буду призывать Подписчиков Вы Если у вас Какие-то Суперидеи Не полинитесь хоть где-нибудь Нам об этом черкануть Мы все читаем Все смотрим У нас прям Небывалая Отдача С нашей аудиторией Я всем стараюсь Везде отвечать Кроме сайта Потому что Там вы предлагаете Темы А где что-то круто Я прям даже Отвечаю Что-то круто Поэтому Напишите Какие у вас идеи По поводу Вот этого О проекте Мне просто даже интересно Что вы там Хотите видеть Вот уже первое мнение У нас есть От Вовы Может быть Вова его даже Расшифрует Как-то Может быть Он покажет Примеры Где он видел Вот именно Как ему это нравится Потому что Мы в принципе Мы же это для вас Все делаем А не для себя По учителям Это я вам рассказываю Конечно Я-то это все знаю Я-то все знаю Какая у меня работа И какие скеллы У нас Поэтому Да Напишите Как вы это видите А мы Последнюю темпу Заключающая Заключающая тема Да Она прям Маленькая Я смотрю Алекс Фесс Прокомментировал Привет пацаны Она зато легкая Привет пацаны Мне есть что сказать вам Во-первых Спасибо за проект Звук отличный Содержимое информативное Длительность самое то Пожалуйста Во-вторых Ваша реклама подействовала Наконец-то зарегистрировался На вашем сайте Тройкратное Ура товарищи Пока не забыл Отмечу косяк В процессе регистрации После заведения Логина Подтверждение Мыла И финального Ввода Логина и пароля Я попал в админку Которая Предложила мне Выбрать цветовую схему Но классическая Вордпрессовская Я даже на пару секунд Прифигел Но потом нашел ссылку В левом верхнем углу И попал таки на сайт Ну классический Вордпрессовский И муха админка Вашим подписчикам Даром не нужна И нужно смело Сразу бросать их На главную сайту Или туда Где они были до ухода В процессе регистрации Мелочь Но покорежило Будешь отвечать сразу Давай Да Сделаем Я просто хотел Вот этот вот Микрофункционал админки Я его хотел выделить В отдельную страничку И там вас будут присылать На мой профиль Но на сайте И там можно будет Сменить имя, фамилию Почту Да и Может быть и все Какие нахрен Цветовые схемы Это не играет значение Если вы реально В админке не сидите Поэтому Да Мы знаем об этом У меня это все записано В-третьих Опять реклама работает Скоро я хочу поднимать Свою персональную Страничку в сети интернет С фотками моих Любимых котиков И я обязательно Воспользуюсь умной Обезьянкой Чтобы не говорили Злопыхатели Злопыхатели все меньше и меньше Я прям считаю Что Они вымирают Это вымирающий вид Как Их надо на обложке Книг о Рейле Потому что Это реально же Вамирающие животные Просто самые Отвратительные Согласен И Я их заклеивать буду Да Воспользуйся обязательно Я считаю Что останешься довольным В-четвертых Хочу сказать За донат Я понимаю Что на Одних Поэтому запланировал В своем бюджете Скромную ежемесячную сумму На поддержку вашего проекта Но каждый раз Попадая на форум П2П перевода П2П перевода В Яндекс.Деньгах Я немного теряюсь При вводе суммы А сколько же перечислять Не мало ли я кидаю Секретов не будет Вместе скидают 200 рубасов Можете покидать Помидорами в мою жабу Не будем Заранее спасибо Я попробую договориться Со своей жабой На побольше Но хотелось бы от вас Услышать какую-нибудь Статистику по донатам Например За месяц что-то вроде Минимум и максимум Сколько человек Донатит постоянно Если это возможно посчитать Все карты раскрывать Не нужно Но обратную связь В таком виде получить Было бы приятно И поучительно Опять же подписчики Должны знать Что поддержка проекта Это не фантастика И не минута разговора Ни о чем А что-то реальное И доступное каждому За сим откланиваюсь В ожидании Нового выпуска Во-первых Спасибо за подробный комментарий Еще раз Алекс Фесс Давай я немножко скажу Про донат При том что Я особо вот не лазю туда Не смотрю Но просто скажу Вот от себя Я тебе все отправляю Ты что Я могу Не В смысле Я имею ввиду Что я могу же сам Зайти там на Яндекс Деньги Посмотреть Вот взять Анализировать Сесть Под лупой Смотрите А что там Что у нас там Как растет Просто хочу сказать Не прибедняйся Абсолютно Деньги практически Не кидают Вот так Я просто скажу Что их кидают Как бы То есть Я думаю Что господин Алекс Фесс Он думает Что знаешь У нас Тут типа Мы сидим А нам миллионы На самом деле приходят Его 200 рублей И они затеряются Да Даже не миллионы А нам знаешь Приходит ежедневная поддержка От чуваков Мы же так часто говорим Мы уже прям спотыкаемся С Никитой Да Да Мы же каждый раз На самом деле Этой функцией Не пользуется практически никто И когда мне Саня говорит Что нам кинули Я такой Ой ни хрена Нам что кинули Что там Это в основном Происходит Вот очень за редким случаем Прям вот Единичные экземпляры Которые каким-то образом Почему-то нас поддерживают И это очень круто Мы каждому говорим Спасибо Каждый раз Вот И В основном Если говорить о донатах Которые идут Ну вот как донаты Когда мы стримим Игры по пятницам Вечером Вот там донаты Идут так скажем Ну на протяжении Вот этих трех часов Да И там в принципе Даже статистика не нужна Ты посмотри конец любого стрима Там мы объявляем Кто и сколько занес Да Вот А здесь как бы Ну это Я даже не знаю О каких суммах речь То есть Там наверное в месяц Приходит Ну тысяча рублей Ну нет Ну больше все-таки Тысячу иногда Есть люди которые просто Вот Ни с хрена Тысячу-две кинут Ну вот да С подписью Спасибо за подкаст И да И это допустим Один-два донатера Таких в месяц Вот все И все А остальные Ну есть 50 рублей Иногда рубль кидают Я не шучу Так что Кидаться в жабу Алекса Феса Помидорами Это смешно Даже По-моему 200 рублей Это отлично Это ты возможно Иногда в топ донатеров Попадешь Да Если бы каждый так кидал То было бы замечательно То мы бы уже вообще По-другому здесь сидели Мы бы уже давно Сайт делать начали У нас бы уже Фридман там был свой Да Поэтому как бы Мы вот тут Ну в общем вот так Ну все В принципе можно идти К обойке да Подожди Здесь еще Алекс Фес продолжает Еще забыл написать про юмор Короче Так держать Спасибо Я слушаю еще Веб Стандарты И Радио Джиэс Мне частенько В этих Высокопрофессиональных Разговорах о высоком Не хватает какой-нибудь Шутки о говне Чтобы разбавить пафос И сбить спеть С этих заумных рыл А у вас все очень четко И про умное поговорили И над собой пошутили И в чью-нибудь сторону Говняшку кинули Отличное шоу получается Мы Понимаешь Алекс Мы стараемся Вот как бы мы Для себя делали В первую очередь В силу того Что раз уж Ты сам затронул Тему про донаты Мы не хотели это говорить Раз уж Это не приносит нам Таких денег Которые бы нам Нас заставило Идти на поводу У наших подписчиков Там слушателей Зрителей То хотя бы кайфуху Надо какую-то добывать Хотя бы кайфуху Надо словить какую-то С этого И если мы уже будем Делать так Что еще нам самим Это не нравится То как бы нахрен Такое это вообще надо Согласен Под скриптом Адам я бы попросил Потерпеть Имхо подкаст имеет Отличный баланс Между информативностью И шоу элементом Аналогов я пока не слышал Спасибо Спасибо Твои бы слова Всем тем Кто не смотрит наш подкаст Вот не будем поднимать Не будем поднимать Мой господин Еще не из того Плюсанул К этому ко всему Отлично Отлично А у нас обойка Знаешь что я вижу На обойке Ну-ка Нас с тобой вижу Ух ты Возможно Возможно Мы ушли здесь уже Мне кажется Только остатки от нас Хорошо Мы ушли Да И мы так Мы с тобой сидели И вот про то Что мы не хотели С тобой говорить Мы сидели с тобой За стойкой барной Возможно Или за каким-то Вот таким Столиком Импровизированным Таким крафтовым С него можно Если резко По нему рукой провести Можно несколько за носа ставить Стопудово вообще Вот мы сидели с тобой И просто обсуждали Вот просто за бутылочкой Вот этого вот чего-то Причем запыленного Чего-то видимо Просто обсуждали А что там Сань Смотрит-то подкаст И ты мне такой Подожди Сань Я вот в Яндекс.Деньги Не захожу Ну ты мне скажи Там что Вот Я думаю Я думаю Что это вот мы Здесь даже Это скорее Вот эти две бутылки Это не столько Даже подкаст Это вот какое-то Впечатление От подкаста Я знаешь Что здесь Послевкусие Да В принципе Есть Вот что спереди Лежит Я не очень понимаю Губка Какая-то тряпка Или что Это вот прям А Ну на переднем плане Да Какая-то тряпка Как будто Я здесь вижу Вот эти вот Рамы оконные Вижу Вижу Это олицетворение Нашего соотецкого Которое все время В доработке Которое видимо Никогда не доработается Из-за того Что как раз Вот Мало нам приходит Да Не в силу того Что мы здесь Как вендинг машин В нас монетку кинули Мы только тогда Крутимся Работаем А нет Ну просто Вы понимаете Что надо еще Семьи кормить Там и так далее То есть это все такое Просто так сказать Насущное И вот Вот эти рамы Они как олицетворение Того ремонта Которое нельзя Закончить Его можно только прекратить Вот я бы не хотел Чтобы это все у нас Прекратилось Я думаю Оно и не должно Прекращаться Нет никаких Пока предпосылок Тьфу-тьфу-тьфу Так что да Подписывайтесь На соцсетях Вконтакте В твиттере В фейсбуке В инстаграме В гугл плюсе Пишите нам В айтюнсе Отзывы Ставьте звездочки Недавно кто-то Новую звездочку Поставил У нас уже 112 Вот На ютюбе Ставьте пальцы вверх Пальцы вниз Пишите комментарии Пишите нам На worksobacuabdesign.ru Поддерживайте нас По ссылке Увидимся уже Через неделю Удачного вам Всем дня недели Пока Пока С вами был Никита Тарасов И Александр Гончаров Вот да Субтитры сделал DimaTorzok